Я всех поздравляю, кто сейчас с нами здесь присутствует, потому что я уверен, что сегодняшнее наше мероприятие поможет вам разобраться в очень важном для каждого из нас, для каждого живущего человека, в том, какие профилактические меры мы можем делать для того, чтобы быть здоровыми, сильными, спортивными, целеустремленными, достигающими своих целей. И сегодня мы постарались собрать для вас лучших из лучших выступающих, которые владеют вопросом не просто по книжкам, знаете, на сегодняшний момент теория, ну, остается все-таки теорией, а практические знания – это практические знания. И перед вами, я хотел бы объявить регламент, перед вами выступит 5 наших специалистов, все вы их прекрасно знаете, я буду каждого представлять по мере выхода в эфир и ознакомиться своим практическим опытом в работе с клиентами и какими-то своими фишками. Поэтому, ребята, предлагаю взять по баночке XS, у кого есть рядышком, у кого нету, бегите в холодильник или где он там у вас в ящиках хранится, вот. И мы стартуем. Я хотел бы передать слово Елене Астаховой, вот. Это наш ментор, который является нашим лидером и спонсором на североамериканском рынке. Это врач-нутрициолог, практикующий. И, Леночка, тебе слово, пожалуйста. То, что сейчас происходит вообще в мире, то есть я наблюдала на эту тенденцию, то, что происходит там в Украине, в России, сейчас я наблюдаю в Канаде. Друзья мои, независимо от экономической ситуации в стране, независимо от того, какие доступны методы обследования, независимо от того, какие доступны какие-то там научные, финансовые возможности у людей, на самом деле, если человек сам не берет в свои руки вот все это дело, все это ответственность, ну ничего путевого не происходит в жизни. И я понимаю, то есть вот даже, как бы, да, я видела там здравоохранение, медицины в Украине и там в России, так как мы довольно много путешествовали, работали в России, да, жили в Украине в свое время, сейчас мы в Канаде и много находимся в Америке, я понимаю, что ситуация, она везде одинаковая. То есть вот говорят, там лучше, там хуже. О, уже я так понимаю, уже у нас есть, я уже эфир занимаю, прошу прощения. А насчет эксцесса, я хотела сказать, у нас есть концентрат даже, вы представляете себе? Вот, а в концентрате немножко позже. Сегодня, на самом деле, я освещаю буквально две позиции, такие, которые вот, когда мы готовились к этой конференции, когда Дима спросил о моем участии в конференции, он, я спросила, а о чем говорить, что, ну, что от меня требуется. А Дима говорит, назови вот два твоих фаворита, которые у тебя в данный момент есть. Я, правда, назвала три. Но о третьем не я буду говорить, а будет говорить Юрий Ежелин о третьем моем фаворите. И вот два моих фаворита, это один из номер, номер один просто сейчас, на данный момент, ну, не только на данный момент, я понимаю эту проблему, я понимаю эту серьезность ситуации. И необходимость данного продукта, первый слайд. И вот буквально это номер один, это пробиотики. Почему? Во-первых, я встречаю действительно огромное количество людей, которым просто, ну, чуть ли не номер один необходим этот продукт. Почему для современного человека это так важно? Люди идут в больницы и начинают лечить аллергии, аутоиммунные заболевания. Я не говорю сейчас даже о заболеваниях непосредственно кишечника самого, то есть когда есть какие-то нарушения обсасывания, нарушения функционирования желудочно-кишечного тракта и так далее, то есть, ну, как сам функционал желудочно-кишечного тракта, это изначально номер один, на который мы смотрим. То есть, как это проявляться может быть? Вот те ситуации, где людям необходим пробиотик, ну, по моему стопроцентному убеждению, и не просто убеждению, а тому опыту, который я получаю уже, да. Человек хочет, ну, сложности у него с пищеварением, там, вздутие, не очень корректно работает кишечник, какие-то запоры, еще что-то, боли, спастические боли, там, и так далее. Кстати, даже есть такие серьезные пациенты с неспецифическим язвенным колитом, с которыми мы работали просто с пробиотиком. Ну, не в период, конечно, у них там очень серьезного там обострения, потому что, естественно, когда там обострение, то там одним пробиотиком ты не вырулишь. А вот когда у человека более-менее все так как-то поспокойнее, то есть есть даже хорошие, очень хорошие результаты с неспецифическим язвенным колитом, когда, ну, в принципе, люди, у которых, ну, обострения были каждые там 2-3 месяца, они опять попадали в стационар и проходили очень жесткие искусства и лечения, то вот эти люди, они просто при приеме пробиотика, правильного, хорошего пробиотика, качественного пробиотика, они в больше 3-х лет у меня есть такие ситуации, когда нет ничего, то есть нет обострений, все в порядке. Человек хорошо себя чувствует, человек ведет нормальный образ жизни, он может, у него есть возможность питаться правильно, ну, как нормально питаться, он нормальные продукты питания может кушать, в конце концов, да, и вот даже такие ситуации, это то, что касается кишечника непосредственно, да, то, что у людей ассоциативно хоть как-то связывается с пробиотиком, да, но есть много вопросов, которые у людей не связываются ассоциативно с пробиотиком, например, там частые простудные заболевания, какие-то даже хронические какие-то воспалительные заболевания, аутоиммунные заболевания, то есть сама причина каких-то аутоиммунных заболеваний сейчас больше и больше об этом говорится, она может крыться в том, что кишечник некорректно работает, то есть нарушена проницаемость кишечной стенки кишечника, а это напрямую зависит именно от флора кишечника, то есть от того, что происходит в кишечнике, какие микроорганизмы живут, как они работают и как функционирует слизистая оболочка кишечника. То, что ассоциативно не связывается с пробиотиком у людей вообще в голове, это хорошее настроение. Это часто не связывается с железодефицитной анемией с состоянием кишечника. На самом деле она может быть непосредственно очень завязана на этом. Да, аллергические заболевания, так это вообще топ номер один. То, что те ситуации, которые возникают на кишечнике, который некорректно работает, у которого повреждена слизистая, у которого нарушен вот этот биом, вот это те, буквально несколько таких серьезных вещей, очень-очень серьезная проблема контроля веса. Есть действительно большое количество людей, которые пытаются, стараются контролировать свой вес, они урезают свои рационы, они смотрят на калории, они убиваются в залах, но сложно идет процесс. А это тоже может крыться в кишечнике, потому что от скорости продвижения в кишечнике пищевого, от пищи, от скорости выведения, всасывания и так далее, зависит также и уровень обменных процессов, и какое количество чего всасывается действительно. Я уже не говорю о цвете кожи, цвете лица и так далее, и так далее. И что, вот какие плюсы есть у пробиотика Nutrilite? В данный момент я вывела на экран, это продукт, который, ну, как бы считается взрослым пробиотиком, но, по сути, в случае необходимости с детьми тоже это можно использовать. И чем он интересен, чем он хорош, то есть какие плюсы, какие есть у нас бенефиты в этой ситуации? Ну, во-первых, это продукт, который, пытаюсь с компьютера листать, на самом деле с телефона надо листать. Значит, выглядит коробочка вот так вот, да, и в ней 30 вот таких стиков, и он в виде порошка. И мне могут сказать, ну, как же, как же пробиотик в виде порошка? Дело в том, что это запатентованная технология Nutrilite, это метод микроинкапсуляции, то есть пробиотики, они защищены двойной оболочкой, которая растворяется только в кишечнике, то есть он проходит через эти живые бактерии, в таком стике их 1 миллиард бактерий и 7 видов лакто-бифидобактерий. И в таком виде они полностью защищены и проходят в кишечнике, только в кишечнике эта оболочка растворяется, и начинает работать. То есть это может быть не такие привычные для всех капсулы, как большинство продуктов на рынке вообще, да, антипробиотиков, но вот так это выглядит. Это в виде приятного порошка и с виноградным вкусом, и в основе этого продукта лежат волокна цикория и виноградные косточки. Дело в том, что в этом продукте, кроме живых бактерий, содержится также еще сразу пребиотик, то есть высококачественная клетчатка, инулин, который будет правильным продуктом питания, правильной едой для этих бактерий, которые туда попадут, и поддержит их в среде для развития и распространения. Так, ну здесь я хотела сказать, что тут все это я уже рассказала, и если хотите, я вывела также слайд по составу, если вам интересно, вот название бактерий, 4 калории содержит 1 стик, так как там есть клетчатка, естественно углеводы, волокна, то, что нам нужно, то есть файбер, это 1 грамм содержится, и 7 видов бактерий, вы видите. И этот продукт можно использовать для взрослых и для детей. Из моего опыта, что, как я уже сказала, я уже немножко заговорила о том, что есть опыт из неспецифических... Нет, можно говорить, сынок? Я тут с трудностями зашел, должен был первый на конференции выступать. Исполнил. То есть данный продукт, он, как я уже сказала, используется, есть у меня опыт использования с неспецифическим язвенным колитом, хорошие результаты дает именно для поддержания, для удержания кишечника в том, чтобы он нормально функционировал, для поддержки и профилактики дальнейших обострений и улучшения самочувствия, улучшения функционирования кишечника. Есть опыт применения при различных аллергических заболеваниях, когда особенно, особенно там, где речь идет о пищевой аллергии, в первую очередь, если идет речь о детях с пищевой аллергией тоже, потому что, в принципе, пищевая аллергия – это в первую очередь, наверное, вот как раз кишечник, который не совсем корректно работает, то есть это повышенная проницаемость стенки кишечника. А наступает она, повышенная вот эта проницаемость и повреждение слизистой всасывающей поверхности и функционирование как раз на нарушении качества именно биома и в процентном соотношении и качества микроорганизмов, которые живут в кишечнике. Используем мы данный продукт также в детокс-программах. Почему? Потому что современный человек, вообще стиль питания современного человека в большинстве случаев выглядит так, что клетчатки, очень малое количество клетчатки, мягчат в рационе. Соответственно, и ферментативные все функции организма, они постепенно перестраиваются. И бывают такие ситуации, вот вы наверняка, кто ведет детокс-программы, детокс-наставники, вы сталкивались с тем, что люди переходят на, идут на детокс-программу, начинают использовать растительный протеин, начинают больше использовать растительных продуктов в своем рационе и начинают пучить живот. Просто вот, просто некоторые прям даже говорят, что это просто становится невыносимо, да. То есть кишечник просто, их желудочно-кишечный тракт просто не воспринимает, не переваривает такое обилие клетчатки, он просто в шоке от этого. И вот для того, чтобы помочь, для того, чтобы восстановить вот этот момент переваривания, отсасывания, мы добавляем пробиотику, добавляем в процесс детокса. То есть на североамериканском рынке он у нас стоит в детокс-программе, прям пробиотик, изначально сразу мы прописываем его, то необходим его придем. Потому что в любом случае, если мы говорим о улучшении функционирования кишечника, то вот такой вот момент, он необходим. Вы можете спросить в свою очередь, почему необходим, да, я не принимаю, мне иногда говорят люди, я не принимаю антибиотики, или я там, я принимала антибиотики последний раз там в детстве, а на данный момент мне, грубо говоря, там 40 лет. Зачем мне нужен пробиотик? Вот в этой ситуации сразу хочу обратить внимание, в первую очередь, недостаточное, недостаточное, ну не в первую очередь, но одно из важных моментов, это недостаточное количество клетчатки в рационе, это раз. Это уже сказывается, когда мы недостаточное количество клетчатки в рационе используем в течение какого-то времени, то в результате получается такая ситуация, что сами по себе вот те бактерии, которые должны у нас развиваться, ну грубо говоря, им нечего кушать, понимаете, с одной стороны. С другой стороны, есть такой нюанс, что мы, не подозревая об этом, не задумываясь об этом, получаем огромное количество действительно бактерицидных, бактериостатических продуктов в своем рационе, не понимая этого. То есть через продукты питания, через нашу современную пищевую промышленность и розничные сети, потому что мясо в лоточке, которое мы покупаем, какую-то вырезку или еще что-то, и вот оно же лежит на подложке такой, да, вот в пластиковом лоточке, вот кусочек мяса в супермаркете, он лежит на такой подложке. Чем она смочена? Тем, что не будет давать заваниваться этому мясу и пропадать. То есть то, что будет тормозить развитие бактерий, которые будут вызывать внеение, брожение и все остальное, да. То есть мы приходим, окей, мы мясо не кушаем, мы классные, мы вообще замечательные, мы мясо не кушаем, мы приходим в магазин и покупаем рыбу, свежую рыбу, мы не покупаем ее мороженую, мы покупаем ее свежую, вот она со льда, да, вот на такие красивые кусочки льда, беленькие такие красивенькие, вот они, и вот этот кусочек рыбы на нем лежит. Вы знаете, что на вот этом, ну, свежая вот эта рыба, ей, ну, в самом лучшем случае, ей уже там 2-3 недели, это вообще самый идеальный вариант. То есть как она дожила до этого времени в таком виде, потому что этот лед, это и есть также бактериоцидные, бактериостатические препараты, просто в замороженном виде. И вот именно это, ну, это только, я только чуть-чуть перечислила. Дело в том, что во многие готовые продукты добавляются, процессы, которые подавляют там брожение, гниение и так далее. И я даже сейчас не говорю о тех овощах и фруктах, которые сейчас вот у нас есть. Ребята, партнеры, которые работают рак-драйверами. Они говорят, они вот рассказывают, что они везут, например, там, ну, да, водители, дальнобойщики, да, по-русски. Вот они рассказывали мне, я приезжаю, я приезжаю на ферму, мне загружают ящики чего-то там, быстро портящегося, там, ягоды какой-то, например, там, тоже клубники даже, вот представьте себе клубники, ему загружают ящики. Он ее везет два дня. Вот вы когда-нибудь собирали клубнику со своего огорода, чтобы она ехала два дня? Ладно, когда она еще, вы ее аккуратненько в лукошке там и поставили, и она два дня как бы постояла, это одно дело, но и то уже будет вопрос, да? А представьте себе, что она едет, то есть она шевелится постоянно. Вот попробуйте там, я наверняка знаю, что у каждого был какой-то опыт, когда вы просто ягоду брали и просто с ней ехали час, например, она за час уже может в кашу превратиться, да? Почему? Потому что там, ну, с одной стороны физическое воздействие, с другой стороны есть бактерии. И вот этот парень говорит, прям в трак, то есть прям в прицеп этот, там, где есть эти фрукты, закачивается газ. А я говорю, а что это? Он говорит, ну, вот это вот из-за этого они потом очень долго хранятся. То есть что-то, я не знаю технологий, но я понимаю, что если она не в нее, не пропадает, ну, это, это не совсем-то это ягода чистая, то есть все равно там что-то должно быть, какое-то, то есть что-то должно останавливать рост этих бактерий. И, к сожалению, мы не имеем возможности даже вот это контролировать. И, ну, это я о необходимости взрослых, детям это тоже относится. То есть необходимость данных продуктов, как я уже говорила, пищевые аллергии, даже старт аутоиммунных процессов, сейчас очень много исследований на тему, что аутоиммунные процессы, например, аутоиммунный тиреидит, например, любой аутоиммунный процесс, то есть когда наша иммунная система начинает работать против нашего организма, что многие эти ситуации, они могут стартовать, сейчас все-таки исследуют, что они стартуют из-за того как раз, что в организм попадают те вещества, которые не должны, то есть крупные бактерии, крупные молекулы, более крупные формулы, которые попадают через кишечник, попадают в кровоток и запускают нашу иммунную систему, подвергают ее чрезмерным стимулам, то есть иммунная система получает очень много раздражителей. Это детский пробиотик, жевательный, вкусный, клубничный, ягодный такой вкус у него, и с удовольствием детки езжут, также 1 миллиард бактерий и 7 видов бактерий содержит. И радиола, я про биотики могу еще долго, я понимаю, что уже идет регламент. Итак, радиола розовая, в основе лежит радиола розовая, я тут даже немножко еще, в данном продукте состав ацерола С-концентрат, концентрат корня радиолы розовой или золотого корня, его еще также знают на русскоязычных пространствах, как золотой корень, это растение, ну, из народной медицины. Дальше кофеин из зеленого чая, из концентрата зеленого чая. Дальше концентрат шпината и концентрат вишни ацеролы, который, ну, именно сам концентрат вишни ацеролы. Посмотрите, возвращаясь к радиоле. Нутрилайт поместил, вообще МВ поместил радиолу в раздел спортивного питания. И большинство людей так ее и воспринимают, что это какой-то специальный продукт для каких-то специальных спортсменов. То, о чем я хочу сказать. Вообще, по исследованиям, по научным таким данным, что делает радиола розовая вообще, и, ну, соответственно, вот то, что в ней дополнительно идет в составе, это те продукты, которые усиливают ее эффекты. Это улучшение иммунных реакций, то есть это стимул иммунной системы. Вообще, радиола – это сильнейший адаптоген. То есть она позволяет, прием концентрата радиолы помогает нашему организму переносить все стрессовые воздействия. Любые стрессовые воздействия, физические, химические, при наличии концентрата радиола в ткани не уменьшается повреждение ткани. То есть различные влияния, например, там снижение количества кислорода, какие-то токсические воздействия, то есть повреждение ткани уменьшается. Дальше. Есть даже такие исследования, которые говорят о том, что при приеме радиолы снижается эффект от радиации, ионизирующего излучения и рентгеновского излучения. А вообще в нашей обычной жизни, что нам может дать радиола? Это хорошее настроение, желание двигаться, потому что она улучшает физическая способность наших мышц сокращаться, делать динамическое усилие, то есть движение, и статическое, то есть держать усилие. Это физическое, с физической точки зрения. Она также и воздействует на обмен в мышечном волокне, улучшает, именно вот из-за этого идет вот это улучшение показателей физических. Дальше радиола способствует улучшению фокуса и внимания, и запоминания. Повышает, при длительном использовании радиолы улучшаются коммуникационные связи, настроение, как я уже сказала. И, кстати, не так давно была конференция здесь по североамериканскому рынку, и выступали ребята, которые... Ну, о создании личного товарооборота. И выступали ребята, которые говорили о радиоле, они говорили, что это один из их топовых, любимых продуктов, и они говорили о том, что у них колоссальный опыт работы с депрессиями. Вот я серьезно, я это не использовала. Но люди, у которых товарооборот там 10 тысяч баллов в месяц личный, они говорят, да, очень большую часть из этого у нас... Мы работаем с людьми, которые находятся вот в каких-то депрессивных состояниях, и у нас есть очень большой серьезный опыт именно с этим работать. Что еще? Улучшение иммунных реакций. А, улучшение... Участвует, помогает организму восстанавливаться при анемиях. Таким образом, увеличивает срок жизни и качество работы клеток гемопоэза, то есть создания крови и улучшает мембрану эритроцита, качество мембраны эритроцита, то есть вот его работу с кислородом эритроцита. В общем-то, радиола — это не просто усилие и фокус в данный момент, вот прямо сейчас, когда я выпиваю эту таблетку, а это улучшение иммунитета, психических реакций, физических реакций, коррекция таких неполовых нарушений, то есть улучшение эрекции у мужчин, там, где есть такие проблемы, улучшение... По стимулу для организма работать с хроническими воспалениями. Ну, это... Я на самом деле, действительно, у меня был не так давно эфир, я почти час рассказывала об этом продукте, потому что вот эти эффекты... Я как-то одно время, я действительно воспринимала радиолу как продукт только вот такой вот на разовое усилие какой-то. А когда начала больше разбираться с ней, я поняла, что это, ну, просто универсальный продукт, который можно использовать каждый день, вот я уже увидела вопрос, можно ли подросткам... Вообще на баночке написано, что для взрослых и детей с 12 лет, поэтому если, в принципе, вашему подростку уже 12 лет, то уже можно использовать даже по рекомендации Nutrilite. Я так понимаю, у меня уже время закончилось. Леночка, спасибо большое. Смотри, тут есть такой еще очень интересный вопрос. Я просто не все видела, да, я пока говорила, я их не все видела, я сейчас открою их. Вот, там есть вопрос, вот, изжога, просто он у нас и в прошлый раз возникал. Изжога, и что делать, как ее вообще... Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да, потому что она может, там, где есть гастрит, там, где есть воспаленный, уже есть, вы имеете в виду при приеме радиолы, я правильно поняла, изжога? Или изжога имеете в виду... Нет, имеется в виду просто есть у человека изжога, а что с ней делать, да, как ее победить. Сейчас, хорошо, отличный вопрос. Смотрите, я просто, я подумала, что тут решила, что изжога от приема радиолы действительно может быть, если есть спровоцирован, есть гастрит, то есть есть какой-то воспалительный процесс, есть желудок, реагирует, то может быть изжога от нее, потому что там есть концентрат. Ну, то есть прием нужно делать просто с едой. И не прям чуть, можно даже перед едой и положить потом сверху еды. Ну, чтобы вот концентрат этот витамина С, он немножко растворился, потому что в витамине С, там, конечно, у нас внутри витамина С большая дозеруха витамина С, но он растворяется постепенно, и он содержит специальные вещества, которые не раздражают, то есть у него эта формула есть. А здесь из-за концентрата витамина С может немножко раздражать желудок. Так, если говорить просто о изжоге, ну, если я предельно просто, коллеги, извините, но я понимаю, что иногда людям для понимания это нужно. По большому счету, наш желудочно-кишечный тракт – это большая трубка. И работает она так, что от момента, когда мы глотаем, вот эта волна, так называемая, глотание, перистальтическая волна, она идет, должна в норме идти в одном направлении, то есть изжога – это обратный процесс. Почему он происходит? Вот во время вот этого продвижения пищи по всему желудочно-кишечному тракту у нас есть определенные места, где она перехватывается, сфинктеры. То есть сам процесс глотания, не глотания, а продвижения. Нужна перистальтика, правильно, это раз. Она может стимулироваться, во-первых, также клетчаткой, то есть наличие клетчатки в кишечнике, именно мелкодисперсной вот этой, та, где вот как инулин, как полокна с инулином, вот эта мелкодисперсная клетчатка, она стимулирует перистальтику в кишечнике. А мы так интересно устроены, что когда у нас перистальтическая волна в кишечнике идет правильно, в одном направлении, то и здесь улучшается состояние, и выше улучшается состояние. Когда у нас в кишечнике начинается движение туда-сюда, то есть пастические какие-то, нет ровного продвижения перистальтической волны по кишечнику, то есть связи, которые могут воздействовать на то, что будет желудок каким-то образом обратно, вот этот рефлюкс давать, то есть будет давать вот эту изжогу, то есть обратный процесс будет идти. Так вот, воздействовать как при изжоге. Естественно, я в первую очередь обследоваться, посмотреть, да, чтобы там не было больших проблем. Если это функционал, вот как говорят врачи уже, что, ну, естественно, если есть рефлюкс, то какой-то будет чуть-чуть там в пищеводе будет стенка воспаленная, это да, но если нет там яс никаких, ничего глобального нет, это питание, это даже такой простой прием, когда вы берете просто теплую воду, и вот в данный момент у вас изжог, а ни в коем случае не пейте соду, а берите просто теплую воду, вот ничего вообще больше нет, и делайте мелкими глотками, просто медленно, мелкие глотки, и пейте эту воду. Даже механически можно заводить, воздействовать на восстановление этой перистальтики, даже вот этим вот усилием каким-то. А еще на самом деле, это уже лайфхак от Юры Ежелина, протеин Nutrilite, именно который Nutrilite протеин, натощак. Попробуйте попринимать, и действительно хорошие эффекты тоже, я уже как бы, Юра, спасибо, начали использовать, и уже неоднократные хорошие отзывы о том, что буквально несколько дней Nutrilite, одну ложку протеина Nutrilite, именно только протеина с водой, Nutrilite натощак, очень дает хорошие результаты. И по поводу еще, возвращаясь к изжоге, все равно нужно смотреть на кишечник также, потому что довольно часто вот эти вот вопросы, почему желудок не смыкается нормально, сфинктеры желудка, почему идет этот рефлюкс, может сидеть гораздо глубже, то есть гораздо ниже по желудочно-кишечному тракту этот вопрос может сидеть. Я надеюсь, я чуть-чуть смогла помочь. Да, Лена, я думаю, что ответ был вообще полный, поэтому огромное тебе спасибо. Походу, если там будут еще вопросы, то, пожалуйста, каждый из участников, который у нас сегодня выступает, может дополнить. А сейчас мы переходим к следующему выступающему, врач высшей категории, хирург, заведующий отделением больницы, Вадим Михайлович Корчевой, который поделится с нами своим опытом по двум вопросам. Это по уникальному витамину Дейли на каждый день, усиленная версия, усовершенствованная версия, и о том, как он смог победить такую пакость, которая существует сейчас под названием аллергия. Итак, Вадим Михайлович, вам слово. Здравствуйте, уважаемые коллеги, здравствуйте, дамы и господа, организаторы. Мне доверили сегодня тему Дейли и Клиаргар. Нормально слышно? Все нормально? Все хорошо? Да, все хорошо слышно. Значит, ну, все, все здесь люди в теме, поэтому рассказывать, там, дозировки, что, для чего, что это, там, много витаминов, минералов, фитонутриентов, что это база, это всем все понятно, да? Я вот, всегда, когда предлагал людям витамины, естественно, то, что Леночка говорила, надо, чтобы кишечник был нормальный, пробиотики, микрофлора нормальная, все хорошо, и, естественно, в обратном порядке назначали базу. Я всегда говорил следующим образом, показывал людям дабл-икс, дабл-икс, и говорил, а по бедности Дейли. Так у меня вот такая коронка была, а сейчас, после того, как я увидел с американского рынка Дейли, немножко пересмотрел взгляды, и в двух словах поделюсь, почему. Просто-напросто можно взять, сравнить Дейли наш, Дейли наш, ну, имеется в виду с американского рынка на украинском рынке, и Дейли с американского рынка. Значит, если взять, посмотреть по витаминам, витамины есть водорастворимые и жирорастворимые, да, так по жирорастворимым витаминам А, Д и К они там присутствуют, и есть К, которого нет на нашем рынке. По водорастворимым, по водорастворимым, допустим, витамин С, там, дозировки в два раза больше, витамины группы В, В комплекс, в два-полтора раза, в полтора раза больше, больше дозировка. И, естественно, что огромный плюс, у нас есть только 8 людей, очень многие, нуждаются те же самые, там, сахарный диабет, и много-много всяких, там, не говоря, там, онкологии, знают, и заточены на хром, на селен, там ищут что-то, моликден, да, так вот, в наших, в наших селенахрома и моликдена нет, а в американский рынок есть, поэтому представлено очень неплохо, любую селену в 70 миллиграмм, если взять вот чистый, чистый селен, вот, с американского рынка, вот, селен такой, чистый селен, да, его здесь 50 миллиграмм, а в дейли он имеет 70 миллиграмм, и это очень радует. В ценовой политике, учитывая, что мы, кроме того, что радуем за здоровье, и мы же еще занимаемся бизнесом, то нас интересует очень даже цена, и получается, что дейли, дейли наши, на нашем рынке, вот, допустим, стоит оно, одна таблетка, 9 гривен, да, это наша цена, а розница 11,7, а если взять, ну, и там, дозировки, знаете, идет 30-ка, 60-ка, да, американский рынок, взрослый, или там, 180 таблеток, если перевести на наши деньги, это получается, 5,92, наша цена, и 6,67, розница получается, 12, чуть не в два раза дешевле, получается, с американского рынка, это с учетом доставки, поэтому, и экономически это очень выгодно, и потому, что входит в дейли, весьма-весьма достойно, и уже некоторые из партнеров оценили, и это принимают. По дейли, если сравнивать детские дейли, и с американского рынка, и наши мультивитамины, там тоже есть отличия, и по витаминам, вот, допустим, по витаминам группы B, это мы с вами знаем прекрасно, это водораспоримые, так же, как все, которые мы должны получать постоянно, там очень хорошие, некоторые от полутора до двух, четыре, в восемь раз больше, больше дозировка, не говоря о том, что есть там, такой, там есть медь, в нашем нет, есть витамин К, и, само собой, что оно вкусное, вкусняшка, деткам нравится, когда мы первый раз были в таком, в 16-м году на Бенопарке, и привезли деткам эти витаминки, и дейли, и омегу, конечно, сейчас это преимущество, нравится понимать эти витамины. Это так, вкратце, вкратце, вкратце по дейли. И в ценовой политике тоже, получается, в ценовой политике, мыльтяшки наши, чуть-чуть дешевле, там, на пару рублей, но за счет того, что выигрывает качество, выигрывает эстетически, больше нравится вкус, больше нравится детям, больше нравится вот такие вот, чего-то с американского рынка, значит, будем продвигать. Следующий препарат, который предлагается к рассмотрению, который мы только начали вот сейчас пользоваться, и я, кстати, на своей уже цене, это мы испытали глиаргарб, глиаргарб, это чистые носовые ходы, да, уникальная смесь, это вишня ациролы, корица и испанские, испанские волки. Мы были с вами в Италии, в Испании, видели какие там шикарные, хвойные, да, и вот у меня пример сын, тоже коллега, доктор, и вдвое внуков. Частые вот бывают синициты, там, линиты, и не уступает, не уступает препаратам, синопрятам, всевозможным, там, нескольким препаратам наши, наши шикарные витамины, и бывает, смысл, самое главное, ухватить вовремя и начать с самого начала, потому что, так же, как и заболевания лечения, чем раньше, тем лучше, хотя лучше всего это предупредить, чем лечить. У меня есть партнер, который взял несколько месяцев к нему зафлиаргар, говорит, ну, давайте, вот сейчас конференция, хочется поделиться опытом не только по внукам и по сыну, а по любимым партнерам, говорит, а я жду, когда, когда вот будет у меня начнется вот аллергия, и туда я буду принимать. Ну, это, конечно, учиться то, что мы занимаемся, мы занимаемся больше прокалактикой, и есть смысл заниматься, принимать этот препарат, до того, как они, хотя амброзия уже цветет, цветет вовсю, и есть смысл принимать этот препарат. И там вот это все и корица, и иголки, и самые хвойные, и ацерола находятся в дозировке 150 мг. Рекомендую всем очень хороший эффект, и в плане продвижения как бизнеса, и в плане для себя любимых, для своей семьи, и не травить никакой химией, потому что, естественно, все, о чем мы говорим, это без консервантов, без красителей, без, которые, соответственно, всем, всем, всем канонам. Ну, в принципе, вкратце вот так, если есть какие-то вопросы, пожалуйста, там, по Daily, по Daily, вообще написано на Daily, что жизнь без глютена, да? Эту тему, наверное, не знаю, стоит затрагивать или не стоит, ну, что-то такое, крайности не должно быть. Есть люди, которые категорически против глютена, есть люди, которые говорят, так, ничего страшного, ну, есть такое заболевание с Толиакией, или Толиакия, это те, которые врожденные, непринесимость, и сопровождаются тяжелыми, там, всевозможными энергетиками, похудениями, и так далее, и так далее, звуки, порезы, нарушение пищеварения, конечно, для этих людей это весьма-весьма-весьма важно. Если кто-то хочет, там, скинуть вес, если хочет, там, перейти на органические питания, продукты без глютена, конечно, можно, ничего страшного нет, если мы будем принимать продукты, конечно, хочется хлеб лучше, чтобы это был не белый, а жаной, и так далее, и так далее. Эту тему, наверное, мы затрагивать не будем, на нашем не пишется, допустим, без глютена, на американском рынке, вот, именно там, озвучено, что жизнь без глютена. Но это еще один плюс к тому, что, и любые веганы могут, и даже те, у которых есть, или Акия, все эти люди могут принимать, а без базы никуда не денешься. Если мы будем назначать самые-самые лучшие витамины по, допустим, там, разным нозологиям, и так далее, без этого, ну, никуда, без Дейли или Дабл, никуда, без Амеги, никуда, без кальция. Задавали вопрос, вот Леночка говорила насчет изжоги, естественно, начинается с ФГДС, надо сделать, естественно, фиброскопию. В чем причина рефлекс изофагита? Да, согласен с Димой насчет протеина, кальций, магний, очень хорошо тоже это дело гасит у нас. Поэтому очень рекомендую, особенно, особенно, когда вечером, это в плане, в плане изжога. А насчет водички, да, совершенно верно, есть такой Батман Келич, который сидел в тюрьме и слечил десятки тысяч людей, и книга его, вы не больны, у вас жажда, ваше тело просит воды, лекарства убивают, вода изделяя, вода для здоровья, поэтому водичка, водичка, водичка. Если есть вопросы, господа, пожалуйста, слушайте. Вадим, я хочу вот показать, как раз, как выглядит баночка в Клеогард, Клеогард, да? Да, Да, вот так вот она выглядит. И вопрос у нас тут есть, можно ли применять детям, против лергии детям можно, и в каких дозировках? Если у вас есть практически опыт, либо может у кого-то из выступающих есть практический опыт, озвучьте, пожалуйста. Сколько ребенку лет? Что скажу? Не можно, а нужно, в обязательном порядке. У меня, опять, да? Значит, у меня внуки, им по 8, двойня, да? С удовольствием принимают. Ну, смотрите, даже там, где пишется на упаковках в России, допустим, там, с такого-то возраста, у нас там 7 лет, мы же прекрасно знаем и всем даем, и детям, и внукам, как только ребенок научился жевать, на чему можно дать. Значит, что угодно, вообще не понятно, что мы даем, а что же не дать хороший продукт? В обязательном порядке. Просто в зависимости от того, что если детки там маленькие, ну, давайте, давайте по одной штучке. если возникает проблема и более возраст, можно и успешно сделать. Нужно. Можно, а нужно. А сам механизм действия его вообще, вот вы изучали, как он вообще функционирует? Ну, смотрите, вот эти, так сказать, все мы знаем, что есть сенсибилизация и назначается десенсибилизирующая. Это все, есть такой гистамин, который вызывает всякие реакции. Если, сейчас глубоко-далеко копнуть, то можно дойти до того, что начинают от паразитов, которые есть в кишечнике и, кстати, всевозможные слизи, которые вызывают вот это все, все эти аллергии и так далее, и так далее. Причину сейчас не тема нашей конференции, но получается, это антиистаминные препараты и они, вот их великое множество и действия направлены на подавление, на стабилизацию антиистамина. Там в аннотации немножко вот так написано, не будем туда, может быть, не совсем корректный перевод, что там производство гистамина, наоборот, это стабилизация, подавление гистамина, потому что все это стабилизирующие, вплоть до того, что назначают и гормоны. А представьте себе какой это эффект, а потом возникает это привыкание у нас, этого привыкания, естественно, нет препаратом, не препаратом, а это, собственно говоря, витамином. Поэтому оно нормализует, вот нормализует пункты инстамина, и чтобы аллергический, подавляет аллергический реакцию. Надо найти сначала причину, это надо, естественно, нашими людям говорим, что надо хорошая вода, надо, надо база, надо расторопшу, надо дать клетчатку, надо дать почистить кишечник, надо паразитарку там какую-то сделать, и так далее, и так далее. И тогда вот это и уходит еще причина, великое множество этих заболеваний, да, начинается, это мы предлагаем там, где есть риниты, синуситы, вот такое, верхние дыхательные, да, а когда уже оно что там бывает дальше, ларгинотрофиты, бронхиты с астматическим комбинентом, бронхиальная астма, и причина кроется и в том числе и питанию, то, что Леночка рассказывала, это надо, все надо сдавать. Нельзя один витамин, витамин, назначать какой-то там, даже тот же самый супер шикарный день. И мне, конечно, очень стыдно, что после того, как показали, что люди, которые делают 50 тысяч, а каких-то там несколько тысяч баллов в месяц, ну, это же позор, надо переходить, брать пример с людей и выходить уже, ты сказал, Дима, на 4, там, на десятку уже надо выходить. Не это. Согласен, полностью. Не такие продукты. Я думаю, мы еще им покажем, да, как говорили, Кузькину мать. Спасибо большое, Вадим Михайлович. Там у нас есть еще вопросы, вот я вижу, что там про то, что у ребенка он просыпается каждое утро заложенным носом, про можно уйти, можно ли, может ли этот препарат, я так понимаю, Клеогард, еще раз попросили показать его, как он выглядит, вот я показываю, вот так он выглядит. Код, запишите у него код, 102-735, что вы знали, 102-735, вот так он выглядит. Мы просто сейчас перейдем к следующему нашему выступающему и там как раз будет вопрос о чистке, о вообще того, как, с чего вообще начать весь этот процесс. Итак, я хотел бы вам представить Ирину Царюк, это диетолог, сертифицированный Дрезденским университетом. Так, встречайте, знакомьтесь, она нам расскажет про два суперпродукта и как она их применяет на практике, потому что у нее есть феноменальные просто результаты у клиентов, это чеснок и витамин С. Ирочка, тебе слово, пожалуйста. Всем добрый вечер, всех приветствую, рада видеть. Я первый раз на таком мероприятии, поэтому, если какие-то будут у меня там сбои, вы меня простили и не судили очень строго. Значит, я сегодня выбрала для своей презентации два самых любимых своих продукта. Почему самых любимых? Во-первых, вот, первое, это витамин С. Я много, смотрите, я вот, как предыдущий выступающий, не буду очень много говорить о составе и о, там, вот этих всех вещах, потому что все это можно прочитать, в принципе. Если я потом немножко скажу сравнительную характеристику американского рынка и украинского, потому что есть небольшие отличия в лизировках, но я больше бы хотела остановиться на практическом использовании, потому что у меня действительно очень много результата, может быть, вам это будет полезно для вашей работы. Вот смотрите, вот этим продуктом лет 10 назад я за месяц вылечила сенную лихорадку, свою личную, это мой личный опыт, которая страдала 3 года. Значит, у меня была сенная лихорадка в самой жесткой форме, это были панические атаки ночные, это было соизотечение, это заложенность носа, я 3 года не чувствовала вкуса еды, я могла понести вот с базара, извините, такое вонючее мясо, потому что я его просто не слышала запаха, и можете представить, в каком состоянии я находилась все это время. И случайно я обнаружила, каким образом я вообще вышла на этот продукт, потому что вы же знаете, что врачи вообще об этом никогда не говорят, они назначают просто тупо аптечные препараты, которые просто снимают симптом на какое-то время, но причина не уходит. Я просто летом в жару начала пить много лимонной воды, я заметила, что у меня стало состояние улучшаться. Я начала рыть, копать информацию, в тот момент у меня еще не было достаточно знаний, но я методом как бы тыка, поскольку я из семьи медика вообще сама, я стала искать, я нашла, что оказывается витамин С это мощнейший антигистамин, как говорил Вадим Кочевой, и он оказывается, вот в тот момент, когда я начала пить лимонную воду, мне становилось легче. И тогда я уже нашла наш справочник по витаминам, по Нутрилайт, и увидела, что есть там в перечне болезней сенная лихорадка, и один из продуктов, который можно вылечить, оказался витамин С. Это был август месяц, как раз цветение, мы сейчас, кстати, пришли тоже к этому же периоду, активное цветение амброзии, то есть у нас в Украине это как бы с этим не сильно борется, поэтому эта проблема, в общем-то, особенно потому, что я еще живу за городом, у меня там это очень серьезно. И я начала принимать витамин С, причем я принимала его немножко больше в дозировках, чем рекомендовал справочник, ну где-то 6 штук, я так сейчас понимаю, что это было ничего, потому что сейчас я назначаю до 10 штук, 6 штук, через месяц я забыла, что такое сенная лихорадка по сей день. Единственное, у меня сейчас бывают моменты, когда вот чуть-чуть что-то я начинаю услышать, что-то в носу защекотало, где-то что-то, тут же витамин С. Я его сейчас пью, даже при головных болях, у меня заболела голова, я тоже принимаю витамин С, у меня голова через полчаса проходит. Мои пациенты сейчас, вот я включаю этот продукт, у меня там есть своя личная схема по лечению аллергий, и вот витамин С это один из основных продуктов, который вводит у меня, вот и очень хороший результат есть. И у детей, у меня вот внучка, у меня трое внуков, и внучка у меня принимает активно, и мои все клиенты, пациенты, вот они очень любят этот продукт, и в принципе он у нас, у меня, как я говорю, он как скорая помощь, он у меня постоянно находится на столе. А теперь немножко сравнительную характеристику, значит, по ценовой политике, значит, если брать сравнение американский рынок и украинский, перерасчете, да, на цену и дозировку, значит, в американском, в американском продукте в одной таблеточке содержится в два раза больше, там двойная дозировка получается, то есть, чтобы получить эффект, допустим, наш, и сравнить с американским, то нам и американскую нужно в два раза меньше пить. И цена в пересчете на гривну, например, американская стоит 1.8 гривен, наша 5. Но если с учетом дозировки, то американский, конечно, получается выгоднее. Вот. Ну и второй продукт, я не буду долго вас на литуре на С держать, второй продукт, это вообще мой фаворит, мой любимчик, потому что его пьют у меня все, то есть любой клиент, который ко мне не пришел на консультацию, первое, что я назначаю, это число. Значит, компания МВЭЙ предлагает, Nutrilite предлагает на своих сайтах, и везде вы видите, что чеснок стоит как бы для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, то есть там только одна позиция. Но я опять-таки начала больше, более серьезно, подробно изучать эту тему, и я увидела гораздо больше и шире возможности этого продукта. Значит, с чем может этот продукт наш работать? Это паразиты, грибы, вирусы и бактерии. То есть 4 основных причины всех заболеваний на планете, то есть все заболевания, которые есть на Земле, всего 4 причины, с этим всем работает наш чеснок. То есть я его называю просто уникальным продуктом, можно их панацеей. У меня есть очень хорошие результаты по лечению герпеса, вируса, по кандиде, шикарный у меня лично, кандидоз системный был, лет 50-е им страдало, и вот тоже я за 40 дней по нашей схеме я избавилась от этого практически, от этой проблемы. Вот, и у меня есть очень хорошие результаты даже по онкологии, есть у меня клиенты, которые после рака кишечника, после операции на прямой кишке, вот они сейчас на чесноке, и просто они ушли боли, которыми не страдали больше 10 лет, если у меня такая женщина. То есть, ну, шикарный продукт, я же говорю, он тоже у нас как скорая помощь, у меня внучка его постоянно, она каждый день для профилактики по одной-две штучки она принимает. Если, допустим, опять-таки, я его включаю в аллергические свои программы, астма, кстати, очень хорошо, потому что астма, это причина очень часто кандида является вебок, поэтому чеснок там тоже незаменимый продукт, рожистое воспаление у меня есть один пациент, молочница, ну, то есть, ну, весь спектр. Я уже не говорю о вирусах, которые зимой у нас, то есть, это тоже просто незаменимый продукт. То есть, вот эти два моих помощника, то есть, они у меня и у моих клиентов-пациентов номер один. Вот чесноку по сравнительной характеристике, значит, опять-таки, сравнивая наш рынок и американский, получается, что дозировка чеснока американского рынка опять-таки в два раза выше, ну, вот так получается, что на Украину почему-то приходит с более низкой дозировкой, наверное, с тем, что у нас народ немножко не готов к употреблению диетических добавок, в принципе, и на американском рынке с этим дело обстоит проще, там более уже приученные люди к этому, поэтому нам немножко дают пониженный, потому что, вы знаете, у меня, да, еще немножко вернусь к витамину С, у меня часто спрашивают, а не может ли быть передозировки. Значит, смотрите, витамин С, это водораспоимый витамин, вот так же, как витамин В, говорю, Вадим, поэтому очень быстро вымывается. Он буквально, вот вы понервничали, там где-то даже по телефону поговорили, все, оно все вылетает мгновенно, поэтому там 100%, там 200, 300, абсолютно не будет передозировки. Еще преимущество нашего, в чем витамина С, что он пролонгирован в действии, что он не растворяется в желудке, не травмирует слизистую. То же самое про чеснок, я могу сказать, потому что ко мне обращаются с вопросом, а можно ли чеснок при каких-то заболеваниях в желудке, в частности, гастриты, язвы, потому что свежий чеснок не рекомендуется при таких заболеваниях. Даже мой муж, у него камни в желчном пузыре, то есть по диете ему чеснок вообще нельзя. Наш чеснок он прекрасно употребляет, абсолютно без всяких побочных эффектов и без всяких каких-то неприятных ощущений. Поэтому в этом плане он, конечно, идеальный, то есть можно его практически всем, деткам и взрослым, только надо там уже смотреть по дозировкам, потому что у меня были случаи, когда я назначала сразу большие дозировки, там немножко реакция была, особенно когда это грибковая инфекция или скриптококовая, немножко идет такая реакция, потому что нужно начинать с небольших дозировок и постепенно увеличивать, в зависимости от степени тяжести, скажем так, заболевания. Ну вот, в общем-то, наверное, все, не знаю, может быть, что-то еще, какие-то вопросы будут. Юречка, тут есть специфический вопрос, как принимает ребенка от гельминтов, если есть в практическом опыте. Ну смотрите, ну это нужно, во-первых, смотреть по анализу, если есть в анализе, да, то есть опять-таки возраст ребенка и у нас профилактические мы назначаем две штучки, да, в день. То есть нужно смотреть, опять-таки, наблюдать, и в чем отличие, как бы, при гельминтозе, при паразитарке, мы натощак, в общем-то, рекомендуем с утра принять, принимать чеснок. Обычно мы все препараты, например, рекомендуем после еды или во время еды. Ну вот чеснок при антипаразитарной программе все-таки натощак с утра. А есть какая-то схема вот именно антипаразитарной программы для взрослых, если говорить о чем? Ну смотрите, я вот конкретно антипаразитарной программы как-то не работаю с ней. То есть у меня есть программы, ну вот когда мы даже детокс проводим, да, у нас же детокс включает себя, там и чеснок входит в детокс, да, то есть он как бы там выполняет роль и сердечно-сосудистая профилактика, чистка сосудов и в то же время и как антипаразитарка. И вот детокси мы вводим эту антипаразитарку вот приемом чеснока с утра натощак. Допустим, если у нас детокси там 6 штук мы принимаем за сутки, то 2 штуки натощак мы выпиваем в целях антипаразитарной программы. Ну, я думаю, что даже если после еды он там тоже будет нормально в принципе работать и справляться. То есть лично у меня вот такого опыта именно по паразитам как бы нет. То есть поэтому мы могу сказать. Здесь теоретические какие-то есть базы, а так вот практически могу четко сказать, что вот так. Понятно, спасибо большое. И, Ирочка, я внепланово хочу тебе задать такой вопрос, который точно. Расскажи нам, пожалуйста, просто это такое, тут очень много мужчин. Расскажи, пожалуйста, про цикл. Я выступала на одном из мероприятий. Значит, у меня муж, ему 64 года, он в принципе не очень седой, но как бы седина уже начала появляться, и я решила, где-то я, я не помню, откуда информация, или с МВ, или где, не помню, честно, что цинк выбирает как бы седину. Мы решили с ним провести эксперимент, но в принципе у меня много есть и тыквенных семечек, и масло тыквы, и шрот, и все это, но оно как бы не было эффекта. А когда, а я еще как бы выполняю такую роль, очень часто я его стригу, почему-то любишь, чтобы стригла именно я, потому что не доверяю почему-то свою голову чужим рукам. И как-то, в общем-то, когда стрижен, все время видим, как бы голосы, когда падают, видно там процент появления седины. И когда он у меня пропил где-то в течение месяца, то есть он не пил большими дозировками, то есть пил просто профилактически, там по одному стику, может быть, два, я не помню, уже это было зимой. И после очередной стриж, он говорит, слушай, что-то я не понял, что вроде седины меньше стало. И мы действительно посмотрели, что да, действительно, после курса приема цинка у него уменьшилась седина. Это о чем говорит? Что, наверное, прошел процесс омоложения какой-то, я не знаю. Дело в том, что он в принципе у меня сидит уже на Нутрилайте больше года, хотя раньше вообще не хотел даже слышать. Но сейчас он пьет целыми жменями, и когда он начинает что-то там спорить, я говорю, ну понимаешь, дорогой, или ты пьешь жменью Нутрилайта, или пьешь жменью таблеток из аптеки. То есть выбирай, в свои 64 года он выглядит лет на 45, я так вот оцениваю его с другими мужчинами, сравниваю. Я так понимаю, что биологический возраст где-то примерно там же, потому что он сам в принципе физически строит дом сейчас практически сам, он уже поднял с нуля. Вот мы в этом году, слава богу, въезжаем уже в новый дом, поэтому это все его заслуга. И вот там был. Я думаю, что Нутрилайк здесь тоже оказал большую помощь. То есть мужчины, пожалуйста, берите на вооружение. Ну я думаю, я читала в этих всех аннотациях, так что там не только насильно влияет, так что мужчины... Так, я немножко скромно, да, это уже как бы... Ирочка, большое... Ну и затрагивать все как бы сферы до мужской жизни. Да, да, да. Это тоже могу подтвердить сто процентов. Прекрасно. Я думаю, все мужчины, которые сегодня попали на нашу конференцию, они... Да не зря сюда уже пришли. Да, да, да. Вот. Спасибо большое. А мы переходим к следующему нашему выступающему, следующему врачу. Я хотел бы вам представить Оксану Полоничку. Это врач, косметолог, герматолог. Она нас с вами познакомит с уникальными продуктами, которые входят в базу. Это наш протеин. Наш протеин растительный вот такой вот. И это разнообразие всех видов омега-3, которые сейчас существуют и доступны нам для использования. Так, Оксаночка, тебе слово, пожалуйста. Здравствуйте. Действительно, омега это крайне важный, я должен не могу сказать, препарат, продукт, это незаменимое. незаменимое, абсолютно незаменимое веки сло и в первую очередь кисло незаменимо, потому что это из нее состоит мембрана нашей клетки. Как я уже сказала, что омега крайне важна для нашего организма. Почему? Потому что из нее синтезируется основная часть мембраны нашей клетки. А что такое здоровье? Это здоровое нашей клетки. Мы вообще в принципе состоим из огромнейшего количества клеток. То есть можно сказать, что у нас миллиарды клеток. Так вот каждая этой клетки имеет оболочку. И для построения этой оболочки необходима омега, потому что именно из омега-3 синтезируется ее мембрана. У нас ежедневно к нам в организм должно поступать 600-700 эссенциальных веществ, то есть те вещества, которые не синтезируются нашим организмом. То есть мы должны их получать только извне. А сколько у нас протекает биохимических реакций в организме? Это 50 тысяч ежесуточно. Из них 30% проходят этих реакций биохимических на мембране клетки. 30-40%. Представляете какое количество этих реакций проходит на мембране клетки. И вот для того, чтобы они проходили, должна быть полноценная эта мембрана. То есть если не будет этой мембраны, не будет конкретно фосфолипидов, которые синтезируются из омега-3, то у нас не будут протекать целый ряд, практически треть необходимого у нас просто не может синтезироваться в нашем организме. Вот просто задумайтесь на какое-то маленькое время, что может произойти, если треть реакция просто выключится у нас в организме. Треть реакция. Это будет катастрофа. Мало того, качество этой мембраны, от качества мембраны зависит подвижность клетки. То есть все вибрации, мы мягкие, мы можем надавить на ткань, она провалится, грубо говоря. То есть если мы получим какой-то удар, то мы внутри себя почувствуем. Почему это происходит? Именно потому, что мембрана у нас гибкая. Именно благодаря этому мы можем проходить такой диагностический метод как ультразвук. Это колебания. Именно на этом принципе построен ультразвук. А только колебания ткани становятся не такое, мы сразу понимаем, что что-то не то в нашем организме происходит. Итак, вот для того, чтобы было все хорошо, должна быть здоровая мембрана. А для того, чтобы была здоровая омега-3. И так, маленькая информация, могу вам так сказать, что ежедневно в США 80% населения принимают биологически активные добавки. Львиная доля из них это омега-3. В Японии это 93-97% населения принимают биологически активные добавки. При том, при том, что вы понимали, у них на работу не принимают людей, которые не принимают биологически активных добавок. вот настолько важно это у них государственная программа. То есть это действительно забота о здоровье нации. Пока у нас этого нет, о здоровье нации мы должны заботиться самостоятельно. И каждый на конкретно взятом себе, своей семье, своих партнерах, друзьях и знакомых. И мы должны действительно понимать, насколько это важно. Насколько это важно. Итак, что еще можно сказать? Значит, у нас, я уже вам сказала, у нас 100 миллиардов клеток в организме. 100 миллиардов. 100 миллиардов клеток. И для каждой клетки должна быть мембрана. Вы понимаете, что нам нужно? Для нормальной работы у нас есть три жизненно важных органа. Три. Это сердце, почки и печень. Мозг не относится к жизненно важным органам. Ну так, это на будущее вы пойдете. Почему я так вам говорю? То есть именно на эти три важных органах в первую очередь у нас будут брошены силы нашего организма для построения именно мембран этих клеток. именно на них. На мозг ну как говорится что получится. Теперь приходим к фактам. Факт у нас состоит в том, что омега-3 это три незаменимой аминной кислоты. Это и коза пентаеновая, докоза диксаеновая и альфа-линоленовая кислота. Незаменимый жирный кислот. Каждая из этих кислот жиров имеет свою прицельную точку приложения. Так вот 70% серого вещества нашего мозга это докоза диксаеновая кислота. 70%. Серое вещество это не что иное как концентрат мембран наших клеток. Да, вот это мозг. Так вот я уже вам сказала, что мозг не является жизненно важным. И наш организм не имеет запасов омеги. То есть что поступило, то синтезировалось. 70%, да, 70% мозга это что? Это депо омеги. То есть вы понимаете, что если вы сегодня не выпили омегу, вчера не выпили омегу, и месяц не пьете омеги, в организм постоянно должна поступать эта вещество для того, чтобы строить мембраны клеток. То есть вы поняли не поступает омега. Откуда организм это взять? Я к нейропатологу ходим, да, периодически память страдает, пошел неизвестно зачем, да, не забыл по дороге зачем пошел. Ну, что делать организм, ну, что делать? Ну, он будет брать место, где большое количество. А у нас 70% в мозге. Классно? А нам нейропатолог давайте круто назначить какие-нибудь там улучшающие кровоснабжения. Ну, чтобы получше оттуда все выводилось. Замечательно. Так вот, в первую очередь при недостатке омеги у нас будут страдать нервные системы и головной мозг. Как мы уже здесь говорили тоже, что на состояние нашей физики влияет большое количество веществ. И омега, конечно, это не относится к переключениям. То есть, действительно, когда у нас недостаточное поступает омега в организм, у нас организм уменьшает выработку серотонина. Серотонина – это гормон радости, хорошего настроения, да, а если его недостаточное количество, у нас начинается депрессия и всякие ненужные состояния. Я уже не говорю о том, что там могут развиваться радикулиты и всякие состояния с нервной системой связанные, да, с ее нарушением нервной системы. У детей в первую очередь будет страдать запоминание, то есть, в общем-то, болезнь нашего века у детей – это дети с повышенной активностью, да, то есть, гиперактивные дети. Гиперактивные дети, опять-таки, отсюда они берутся, от того, что их родители, конкретно мамы, ну, это я, естественно, не на 100% говорю, но, тем не менее, один из факторов, не принимали омегу, не принимали омегу, в результате чего, как бы, ребенок, откуда, вот еще один, скажем, миф, не миф, но это факт, так мне говорят, что женщина после беременности, да, становится блондинкой, ну, слегка. Понятно, почему, потому что, если она не принимает омегу, откуда взяться вообще мозгу, ребенок должен сформироваться, за счет чего? Это 70% серого вещества, вообще, представляете, 70% это омега, женщина не принимает омегу, все происходит, мозг ребенку, ну, надо как-то строить, ну, вот и берем отсюда. Ну, если она и после беременности не принимает, блондинка остается навсегда, и не только по цвету волос, но это действительно, ну, это научно доказанный факт, если ты уже там не шучу, тем не менее, действительно, женщина во время беременности, она теряет часть своего серого вещества, которая, в принципе, идет на построение нервной системы головного мозга, углода, то есть, соответственно, у ребенка. Во время окормления все то же самое происходит, то есть, тоже мы должны четко понимать, что, куда у нас еще теряется омега, и почему жизненно важно ее принимать, и почему детям нужно принимать, потому что мозг развивается, активно развивается, и для этого тоже нужны необходимые компоненты, кроме непосредственно аминокислот, протеинов, о которых тоже мы будем говорить, но если нету из чего строить мембрану, то все содержимое в принципе может и не образоваться, то есть, мы должны четко понимать, насколько важна нам омега, это крайне важный, крайне важный продукт, проводили исследование, что человек, принимающий, те люди, которые принимают омегу с повышенным содержанием до козодексоиновой кислоты, у них развитие болезни айзгеймера, риск развития резко снижается, болезнь айзгеймера, это когда люди начинают забывать все, ой, потерял, как говорится, потерял память, это страшное заболевание, его остановить, к сожалению, сейчас их лекарственных препаратов не существует, но в наших силах, да, в общем-то, снизить все эти риски. Что еще важно, кроме того, что омега влияет на количество выработки серотонина непосредственно из икозапентеиновой кислоты в нашем кишечнике, то есть икозапентеиновая кислота является субстратом для синтеза просто гландина в классе, то есть это аналог нестероидных противовоспалительных гормонов, которые вырабатывает наш организм самостоятельно. И при дозировках 2-3 грамма в сутки сравним с уменьшают этот болевой синдром. Кроме всего прочего, я уже тоже раньше в конференции говорила о том, что принимать глюкозамин без омеги это деньги на весе, потому что просто-напросто глюкозамин не будет иметь способность сасываться непосредственно в пищевую ткань, в костную ткань. Поэтому при заболеваниях садительной тканью опорно-длительного аппарата обязательно нужно принимать омегу дозировки не меньше чем 1000 мг. И причем именно эйкозапентееновая кислота 3 должно преобладать эйкозапентееновая кислота. Я уже сказала, что синтез простагландина происходит в кишечнике. Так вот омега-3 является на самом деле вот тем вот веществом, из которого синтезируется накатон, вернее, которое является источником для синтеза мукополисахаридов. Это та среда, в которой живут бактерии, наши положительные бактерии. Именно это та среда, в которой эти бактерии могут синтезировать и адекватно производить, окончательно производить витамины группы В, конкретно это В12, В9, В12. Они синтезируются на уровне кишечной. Так вот, если будет недостаток омегии, точно так же синтез этих всех витаминов окончательно, происходить не будет в достаточном количестве. Да, он не будет происходить, если не хватает железа, естественно, но нету омегии, нету субстратов, в котором живут бактерии, и, соответственно, не будет синтезироваться витамин В12 и В9, как минимум эти два. Проводили, опять-таки, англичане исследования, я вам прямо даже сейчас зачитаю, и к чему они пришли. Они пришли в Ноттингемский университет Лондон, значит, они пришли к тому, что они обнаружили число бактерий, связанных со снижением уровня воспаления и ожирения выше у людей, которые потребляют высокое содержание омега-3. Понимаете, это уже научные данные. Кроме всего прочего, в крови у этих людей находятся соединения, которые уменьшают окислительный стресс в кишечнике. То есть омега-3 стимулирует бактерии вырабатывать это вещество. Омега-3 дает толчок к развитию противовоспалительных бактерий самих по себе и помогает им производить вещества, стимулирующие обновление клеток с клизистой нашего кишечника. То есть вы понимаете, насколько важно? То есть то, что нам важны пребиотики, однозначные без вариантов. То есть нам важны пребиотики. Но нам важно, чтобы эти бактерии жили и у них было достаточное количество вот того пространства жизненного, где можно зацепиться. А вот это жизненное пространство им дает омега-3. И это я уже даже не затрагиваю те очень важные моменты, о которых мы уже точно 100% все знаем. Что это вещество, которое разжижает кровь, которое препятствует склеиванию эритроцитов, то есть образованию тромбов. Это то вещество, которое понижает уровень глицеридов, то есть либо протеинов низкой плотности. То есть очень много факторов. То есть это один из недостаток омега-3. это один из спусковых механизмов развития атеросклероза. То есть очень-очень много факторов, на которые влияет омега. То есть я могу сказать, что в принципе это базовое вещество, которое нельзя не принимать, на котором строится полностью, это вот тот фундамент, на котором стоит наш организм. то есть еще раз скажу, что мы это все клетки, мы состоим из клеток. Мы первая причина появления нас, это образование, это слияние двух клеток и образование одной большой клетки. Так вот этого не будет, если не будет омега. Просто не будет. Вот задумайтесь над этим и сделайте для себя правильный вывод. К тому, что многие спрашивают так, а сколько же мне принимать омега? Сколько мне нужно принимать? Я месяца принимаю два, три, а потом мне делать какой-то перерыв, я говорю, конечно, сделайте перерыв, в жизни тоже, возьмите отпуск, заморозьте себя и не живите в течение этого месяца двух или трех. То есть насколько важно, да, жизненно важно, жизненно важно принимать. Отличия, отличия, я уже немножко упомянула и сказала, что козыгексоеновая кислота, это 70% нашего мозга, и соответственно, на что он влияет, он влияет на нашу память, на наше запоминание, на нашу скорость реакции, то есть однозначно это должно быть прием у детей повышенного содержания, до козыгексоеновая кислота, как раз в детской меди, там идет именно до козыгексоеновая кислота, однозначно нужно, чтобы был витамин Е, он есть в наших продуктах, для чего нужен витамин Е, в первую очередь, это защищает онегут от осечения, и следующие его, они усиливают друг друга, то есть усиливают всасывание меди, витамин Е, то есть когда человек испытывает повышенные стрессовые нагрузки, умственная работа сама по себе, то, конечно, нужно допользовать афекциеновая кислота, если же у человека есть склонность, либо уже есть наличие каких-то сердечно-сосудистых заболеваний, вообще даже неосудить, вот сердечно-сосудистые заболевания, да, то, конечно, нужна омега, в которой повышенное содержание эйкоза афекциеновая кислота. Легко запомнить Эйкоза, ЭКГ и сердце. ЭКГ и сердце, значит, эйкоза должно быть больше. Это однозначно. Если есть заболевания суставов, либо склонность, если артериция, артрозы, то тогда это тоже должно быть эйкоза пентеиновая кислота в повышенном содержании. Если в организме все нормально, то есть омега-баланс. То есть там, где у нас в правной дозе находятся и эйкоза, и докоза пентеиновая кислота. Оксаночка, а давай сделаем таким образом. Я сейчас, ты будешь говорить, я сейчас просто покажу, о чем шла речь. Вот этот продукт, это у нас идет для продукта, для мозга. Для мозга, да. Вот можешь поподробнее, чтобы понимать, о чем идет речь. Вот этот конкретно, вы видите, что он называется, Вилсона, да, но его дистрибутирует Амвэй. Амвэй, да. Да. Что конкретно по этому продукту, вы можете себе записать, у него код 11-0-1-0-1. Конкретно по этому продукту. Здесь содержание дуко-загистренной типа 1500 миллиграмм трех капсулов. Это суточная дозировка. То есть три капсулы в день, это 1500 миллиграмм. Это очень хорошая дозировка, конкретно работает, это еще раз говорю, на мозг. Я уже перечислила. То есть, когда мы хотим поработать непосредственно с нашей памятью, запоминанием, если у нас стресс, если мы находимся в длительном стрессе, если мы, скажем так, у нас бывает состояние, ну, знаете, как есть состояние хронического стресса и острого стресса. Острый стресс полезен нашему организму. Если это хронический стресс, то, конечно, нужно принимать дуко-загистреновую кислоту. Я не говорю о том, что нужно принимать целый год регулярно. Нет, но, по крайней мере, вы попринимали там месяц-два и можете перейти на омегу, например, там с баланс. Потом опять вернулись к омеге с дуко-загистреновой кислотой. Омега-баланс у нас... Омега-баланс, вот у нас, вот так вот она выглядит. Да. Тут даже, тут тоже нарисован мозг. Так и называется баланс. Но вот смотри, Александр, что в дополнение. Раньше было все просто, что в Украине, что в России есть омега-3 и все, одна. Вот такая, да, с сердечком. И что она общеукрепляющая, вот я так понимаю, для иммунистов. Да, здесь, смотрите, она почти балансирующая. Чуть-чуть больше идет, да, в этой, в нашей. Эйкоза-пентоеновые кислоты, здесь у нас 150 миллиграмм в одной капсуле и коза-пентоеновая, и 120 миллиграмм у нас до коза-пентоеновой кислоты. То есть почти одинаковы, почти баланс, почти баланс. Здесь в балансе, в балансе, вот то, что написано на американском рынке, там по 450 миллиграмм содержится и одной, и другой. В трех капсулах. В трех капсулах. Да, и код, код у баланса АА, буковка А, 89-14. На нашей, нарисованном там с нашим, на украинском рынке, сердечко, да, и написано одна капсула в день. Это крайне мало. То есть там общая дозировка Омега, это 300 миллиграмм. Это крайне мало. Нужно принимать. Я уже еще не сказала, значит, сколько нужно принимать. Рабочей дозировки минимально, это 900 миллиграмм общего. То есть общая Омега-3, это 900 миллиграмм. Поняли? То есть это в нашей, это три капсулы нужно принимать. Все, что выше, вообще, чтобы вы понимали, по последним данным, рабочей дозировки, некоторые европейские дозуниверситеты дают это 2, 3, 4, 4 грамма в сутки Омега. То есть, опять-таки, к вопросу, не передозирую ли я? Не, не передозирую. Ничего не передозирую. Единственное, что если человек принимает какие-то препараты кроворазжижающие, то есть там кардиомагнила, аспирин кардио, то в дозировке 900 миллиграмм никак кардинально мы тоже не повлияем там на разжижение крови. Но если вы будете принимать больше, то так как Омега обладает тоже кроворазжижающим действием, здесь нужно уже смотреть и наблюдать за собой. И, скорее всего, потихонечку, ну, может, вам и не стоит снижать, но, по крайней мере, сказать доктору, что я принимаю там в дозировке Омега 1500 миллиграмм, возможно, если он знает, он вам начнет снижать дозировку кардиомагнила. Но нужно помнить о том, что, да, действительно, дозировки кроворазжижающих при высоких дозах Омеги мы должны уменьшать. Уменьшать. Это не страшно, абсолютно не страшно. То есть я там своим пациентам мы уменьшаем, и потихонечку все замечательно происходит, никто никуда, ну, никакими последствиями ничего это не оборачивается. Вот, по детской Омеге я уже тоже сказала. Вот я хочу, я как раз хочу показать вот детскую Омегу, она выглядит вот так вот. И что очень интересно, обратите внимание, особенно те, которые у нас на российском, в России, партнеры с Россией, что она идет в виде вот таких вот конфеток, вот звездочка, и рыбка, вот такие вот рыбки. Они обалденно вкусные, мы обычно это делаем вот так, вот таким вот образом. Да, детям. Детям, почему идет докозодекстриновая кислота только в докоза? Потому что, в принципе, им разжать кровь не нужно, у них по определению, если у детей здоровые, сердечно-сосудистые, ну, скажем, до возраста, там, 14-15 лет, точно они еще проблем, ну, не могут нажить. Поэтому основной компонент, это будет, конечно, только докозодекстриновая кислота, просто работать с нервной системой, с устойчивостью физически, и с памятью. После этого возраста можно переходить, конечно, они не захотят, но можно и нужно переходить уже на взрослые Омеги, потому что, конечно, дозировки такие, уже им нужны. Ну и, скажем так, уже будет возникать необходимость в том, чтобы работать в сердечно-сосудистой системе. То есть тоже об этом нужно уже помнить. Вот, то есть Омега крайне важна, еще раз хочу на это акцентировать ваше внимание, акцентировать внимание, что она важна для всех систем и органов нашего организма, включая от кишечника до мозга. Да, поэтому крайне рекомендую принимать Омегу регулярно, систематически и в нормальную гальпировку. Оксаночка, и у меня к тебе все-таки просьба. Я понимаю, что это лично твой лайфхак, но побочный эффект, пожалуйста, вот именно этой Омеги. Побочный эффект? Да. С одного со смайса вот для всех присутствующих. Побочный эффект, мозг будет работать в крайне интенсивном режиме. Знаете, вот возникает состояние, мне всегда нравится, когда ты чувствуешь, как у тебя там внутри идут процессы. Так вот, на этой Омеге реально вы почувствуете, как у вас там внутри все шевелится, насколько вы бодры, активны, насколько у вас реакция повышена, вы очень быстро реагируете на все, хорошо запоминаете, вы действительно реально очень и очень хорошо становитесь в память. А если человеку нужно еще и похудеть? Я как раз об этом. конечно, дукозодексуеновая кислота, ее еще очень важно, как-то я упустила в этот момент, очень важный один из механизмов, он притягивает переходу прежировой клетки в жировую клетку. То есть мы начинаем так что для людей, которые хотят ну скажем контролировать свой вес, для людей, которые хотят уменьшить свой вес, да, то для них тоже именно нужно принимать именно эту Омегу. Да, потому что она препятствует ну совсем грубо скажу образованию жировой ткани. Вот так. Некрасиво создала? Ну, вы получите. Так что, да, то, что связано с диетиканием, то тогда нам нужна именно вот такая вот семена. Это была такая маленькая фишечка, да, и у нас остался протеин. Да, и почему он нам нужен, а может он нам вообще не нужен. О, ну что вы! Я же вам сказала, нам нужно для нормальной работы нашего организма ежедневно 600-700 пессенциальных веществ. Да, то есть те, которые не синтезируются в нашем организме. Кстати, омега не синтезируется в нашем организме. Вы понимаете, да? Она только оттуда забирается. Протеин. Ну, самое важное это снабжение организма аминокислотами. Для чего нам собственно протеин и нужен. Это основная функция кислого герка снабжения нашего организма аминокислотами. Что такое аминокислот? Это то, из чего строится наш белок. Кто мы? Мы очень большая-большая белковая структура. Что опять-таки мы понимали, что же такое белок? Белок это все, из чего мы дальше состоим. То есть соединительная ткань, то есть наша кожа это белковая структура, наша кровь это белок, то, что производит наша печень, да, ферменты, тот же самый инсулин, это белок, все ферменты желудочно-кишечного тракта, это белок, это белковые структуры, все гормоны, то есть гормоны щитовидной железы, нахочечников, да, это все белок, то есть это все белковые структуры. А из чего оно состоит? Это состоит из аминокислот. Аминокислоты это вот такие кирпичики, которые при составлении которых образуются различные виды белков, то есть мышечная ткань, да, это тоже наш белок, то есть кость, это тоже белковые структуры, то есть куда ни возьмись, за что ни схватить этот белок. Вот он состоит из аминокислот. Вообще известно около 70 аминокислот, но для построения нашего человеческого белка нужно всего лишь 22 аминокислоты. Есть заменимые, есть незаменимые. Ну, в общем, это с заменимыми все понятно, с незаменимыми не совсем. То есть с незаменимым понятно одно, мы должны их получать с пищей. Заменимые синтезируются уже у нас в организме. Если они не поступают в организм, то в принципе организм в состоянии их синтезировать из других аминокислот. Ну, в общем, самое важное, у нас незаменимых 8 аминокислот. Все незаменимые 8 аминокислот находятся в составе протеина, нашего растительного протеина. Для детей важны еще две аминокислоты, которые, кстати говоря, есть в протеине, которые на американском рынке. В нашем есть только одна из необходимых для детей, крайне необходимых. после 10-12 лет эта аминокислота уже не является незаменимой для детей, но до 10 лет аргинин и гистидин являются незаменимыми для детей. Поэтому тот препарат, который, вернее, протеин на американском рынке, он подходит и для деток, потому что содержит эти аминокислоты. Для чего они нужны? Опять-таки нужны для построения мозга, для формирования, правильного формирования мозга, всех процессов, которые там протекают и нервной ткани. Так что тот, который на американском рынке, он более полноценен для детей. Наш, ну, почти, почти. Что еще хочу сказать, что, как я уже сказала, все ферменты, то есть не только мышечная ткань, а все ферменты, в том числе, включая и инсулин, это белок. То есть понимаем, если у нас не хватает строительных веществ для построения, белка, возникает недостаток, если есть недостаток, возникает болезнь. Тоже понимаете, что происходит. Если мы не получаем достаточного количества, нам не нужно придумывать вирусы, бактерии и все остальное. Мы сами творцы того, что мы с собой делаем. То есть хронические гастриты, панкреатиты и все остальное, заболевания суставов. Понимаете, да? То есть если мы не получаем достаточного количества аминокислот, здравствую болезнь, она помогла нам всем ручкой. Это я говорю, кроме того, что есть вирусы, бактерии и все остальное. То есть есть еще мы, которые сами себе все это устраиваем. Поэтому есть прекрасный продукт внутрилаза, который может компенсировать и даже частично восстанавливать то, что мы уже натворили со своим организмом. Почему растительный протеин? Потому что учеными давно доказано, что максимально важно не просто количество аминокислот, важно, чтобы соотношение, процентное соотношение аминокислот поступало максимально близко к нашему белку. То есть это называется тогда полноценное белок. Так вот этот полноценность мы получаем непосредственно из незаменимых аминокислот. повторюсь, в нашем протеине конкретно состоят незаменимые аминокислоты. Они получены из пшеницы, сои и гороха. Содержат фитонутриенты, которые нужны для максимального усваивания этих аминокислот в кишечнике. То есть уже содержатся вещества, которые помогают нашему организму усвоить их. почему важно не путать белок растительный и белок животного происхождения. Потому что животного происхождения в большей степени он нужен, он крайне нужен, естественно, тем людям, которые занимаются активно физическим, физической активностью. То есть они занимаются спортом, они бегают непосредственно там, неважно, неважно, какой физической активностью. То есть тогда сдвиг аминокислот по своему балансу будет идти в сторону именно тех аминокислот, которые идут на построение мышечного белка. Поэтому там уже растительный в полной мере может не хватать. Вот там уже нужно присоединять белок животного происхождения, то есть непосредственно то, что у нас идет иксет, да, и те аминокислоты, которые вот тоже Дима и потом будут рассказывать про эти аминокислоты. То есть там уже немножечко будет, да, другая история. Но для нашей обычной ежедневной жизни нужны растительные протеины, аминокислоты, которые содержатся там. Почему именно эти? Я уже сказала, что содержат в себе компоненты фитонутриентов, которые помогают его усваивать уже. Уже усваивать. Так что наш протеин, отличие нашего протеина в том, что он практически стопроцентно биодоступен. Сто процентов, что там написано, вот то мы и получили в организме. То есть биодоступность очень высокая. Прекрасно. Оксаночка, слушай, тут вот вопрос такой был, с какого возраста переходить детям с детской омеги на взрослую? Я, конечно, могу предположить, что ты скажешь ответ, но мы сейчас переходим со взрослой на детскую очень часто. Нет. Ну, во-первых, в качестве вкусных конфеток можем себе позволить. Ну, в качестве вкусных конфеток да, можем себе позволить, но, конечно, деткам уже где-то с возраста 12 лет. Я уже все-таки рекомендую переходить как в виде конфеток, конечно, это можно детскую употреблять, но уже нужно работать, переходить на взрослую омегу. Дозировка, конечно, у них там будет 1-2 капсулы, там, 900 мг, это будет поменьше. Но почему? Потому что все-таки дети у нас все, ну, мы все хотим, чтобы наши дети были всесторонне развиты, то есть они все занимаются спортом, у них очень высокие нагрузки, не только физические, но и физические нагрузки, а для физических нагрузок мы уже знаем, что нам нужно сердце, а это и козапентееновая кислота, а в детской омеге конкретно детской омеге ее просто нету, а им нужно сердце, чтобы все-таки работало, состояние, в общем, кровеносной системы тоже было все хорошо, и сосудики были крепенькие и здоровенькие, поэтому все-таки нам нужно уже добавлять, добавлять, конечно, нужно добавлять в руку, это уже все-таки 12 лет. понятно, лишаем детей радости. Конфетки ради Бога, не вопрос, но кроме конфеток. И если говорить все-таки о спорте, обо всем остальном, Оксана, большое спасибо, там будут вопросы, мы потом в конечном еще подберем несколько вопросов, которые там ребята написали, чтобы ответить. Да, я вам хочу представить нашего следующего выступающего, это спортсмен, это врач, это реабилитолог, это создатель программы Боги Детокс, которую сейчас многие используют для построения успешного бизнеса Амвэй. Встречайте, Юрий Ежелин. Привет, дорогие друзья, всем. Я очень благодарен за приглашение, очень рад быть участником этой мега классной конференции, спасибо организаторам, спасибо Дим тебе и всем присутствующим сегодня вы это мероприятие создали, отдельная благодарность всем спикерам, ребята, очень классные вещи я для себя почерпнул и я так рад, что я в кругу единомышленников сейчас, особенно все, что касается темы здоровья превентивной медицине, вот профилактическое предупреждение каких-либо состояний, вот это вот самое топовая фишка таких мероприятий, и мои гости очень довольны, я буду потом конечно же с ними обговаривать все детали и нюансы. Моя тема это трендовое направление, сейчас спортивное, почему трендовое, потому что сейчас спортом занимаются абсолютно вот все, кому не лень, и на эту тему очень много написано статей, огромное количество снято разного видеоматериала, есть огромное количество экспертов, которые сейчас из тренеров переквалифицируются в диетологов, из диетологов переквалифицируются в тренеров, и огромное количество я получаю лично всевозможных вопросов, я бы даже это назвал сталкивание лбами экспертов, да, вот этот говорит то, этот говорит это и так далее. Я уверен, что подобные мероприятия, особенно с регулярностью, которые будут прослушиваться нашими гостями, они смогут развеять очень много мифов, а самое главное обогатить пространство вариантов у каждого, это очень важно, потому что экспертов действительно много, каждый имеет свой опыт, и раз этот опыт есть, и он рабочий, то значит мнение человека имеет место быть, и я сегодня буду говорить о своем опыте, и о опыте моих коллег, вот все, что касается здоровья в спорте. Почему это важно, потому что сейчас индустрия фитнеса, спорта, она больше связана с привлекательностью, люди приходят туда для того, чтобы каким-то образом получить боди-трансформацию, знаете, вот такой термин сейчас, и конечно же, чем дальше я общаюсь, я преподаю сейчас в двух академиях фитнеса в Украине, и в одной академии бега в Украине, как диетолог спортивный, в том числе, а пищевой терапией я занимаюсь уже лет десять, наверное, и я все больше и больше общаюсь с такими комментариями, и сталкиваюсь с такими комментариями относительно того, какие нужны нутрицептики, какие нужны нутрицепти, на что нужно сделать акцент для того, чтобы реально оздоравливаться со спортом, потому что быть привлекательным легко в спорте. Сделать, как говорится, фигуру это легко, а вот при этом, чтобы качество ткани сохранить максимально эффективным, как мы говорим с коллегами-нутрициологами, не растрынкать попросту потенциал стволовых клеток, потому что у людей с заторможенным метаболизмом он расходуется быстро, и у людей с ускоренным метаболизмом тоже. Если при этом сознательно не ускорять продолжительность жизни клеток, ну, согласно, по крайней мере, ихнего генома, того, что запрограммирована у нас в клетках. Вот, я, с вашего позволения, перейду непосредственно к презентации, подготовил несколько слайдов, которые могут быть полезны, и которые раскроют максимально то, о чем я хочу рассказать сегодня. Я могу включать демонстрацию экрана, правильно? и вы, мне скажете, видна ли моя презентация сейчас. Да, все отлично. Супер. Тогда начинаем. Так. Видно? Да, все видно отлично. Видно нормальных пацанов. Да, боди-трансформация. Есть люди, кому нужно набрать, есть люди, кому нужно сбросить. Все обращаются к экспертам. И сейчас я слышу очень много разных комментариев относительно рационов питания. Откуда-то у любителей спорта появляется терминология на массу, на сушку. очень странно мне их слышать. И сейчас наша с вами задача коллеги разделить конкретно спорт и рационы питания и нутрициенты, которые касаются профессиональных спортсменов и любителей спорта, потому что есть фундаментальная между ними разница. Я бы даже сказал пропасть. Вот. И то, о чем я сегодня хочу поговорить, это о задачах, которые стоят перед людьми, которые хотят осуществить боди-трансформацию, с какими они могут столкнуться, их тела, с какими могут столкнуться задачами и что необходимо делать для того, чтобы оптимальное здоровье сохранить и приумножить. И, конечно же, буду говорить о тех продуктах, которые использую лично я и мои коллеги. лично моя боди-трансформация, она произошла очень давно, где-то лет 10 назад у меня ушло 50 килограммов благодаря той программе, которую сейчас очень активно мы все используем для того, чтобы принести здоровье в массы, потому что у нас речь идет не только о коррекции веса, но прежде всего и о восстановлении систем органов. Неважно, к какой системе они относятся, потому что если мы говорим о первой функции белка, которая является структурной, она может видна быть снаружи, но если мы говорим о четвертой или пятой функции белка, когда речь идет о размножении, когда речь идет о синтезе ферментов пищевых, то это то, что снаружи не видно. Это может быть видно впоследствии, исходя из того, за каким ассортиментом человек пойдет в аптеку, потому что функции белка сейчас продаются в аптеке, к сожалению, или к счастью, для некоторых людей, которые снимают ответственность себя, как сказал Дмитрий в самом начале, и Елена упоминала, да и каждый спикер упоминал об ответственности, то, естественно, люди обращаются к элементам скорой помощи, которые к оздоровлению не приводят. У спортсменов и у людей любителей спорта сейчас такая же ситуация. Грубо говоря, у спортсмена есть большие плюсы в том, что у него более ускоренный метаболизм, в принципе, детоксикация должна происходить быстрее, если спортсмен к ее достаточно жидкости. Есть статистика, если мы говорим об оздоровительной физкультуре, то она, конечно же, оказывает очень положительный эффект на все системы организма человека. Если мы говорим о метаболизме белков, о метаболизме жиров, о метаболизме углеводов, физическая активность она очень здорово, конечно же, помогает. Палка о двух концах здесь как раз в том, что если человек не комбинирует рациональное питание для оздоровления в спорте плюс отдых с физической активностью, конечно же, его тело находится в состоянии так называемого кредита здоровья. То есть очень многие спортсмены тренируются в кредит. В чем это выражается? Это выражается в том, что какой-то период времени у спортсмена есть потенциал в организме, который он может расходовать. Почему так скажем трудовой век спортсмена профессионального он там от 4 до 8 лет, потому что за этот период времени и пик приходится на возраст от 18 до 28. Почему? Потому что спортивная медицина не занимается тем, чтобы помочь спортсмену во время физической активности оздоравливаться. Она направлена на то, чтобы помочь спортсмену добиться максимальных результатов и при этом, чтобы он в процессе достижения этих результатов не развалился. Скажем так. И когда я сейчас говорю о результативности и оздоровлении в спорте, я говорю о четвертой теории диетологии, которую мы все с вами практикуем. Это максимально сбалансированный рацион, направленный не на простое употребление калорий, белков, жиров и углеводов, а на качество тех же самых белков, на качество тех же самых жиров и на содержание в углеводах тех ферментов, о которых сегодня рассказывали передо мной спикеры. Вот Елена говорила о пробиотиках, сюда же можем отнести и пробиотики, то есть это комплексный подход. Сейчас я продолжаю соревнования, но это соревнования, потому что в прошлом я занимался силовым экстримом, сейчас я занимаюсь, можно так сказать, любительским спортом, соревнуюсь в любительских соревнованиях, но занимаюсь спортом ежедневно, и я в этом не переусердствую, моя максимальная тренировка может длиться час, это максимум. Тренировок у меня может быть несколько в день, благодаря тому, что в своем организме я создаю эффект профицита по антиоксидантам, по жидкостям, по минералам, по каферментам и по макро- и микронутриентам, о которых каждый спикер говорил, я все это использую ежедневно. Сегодня я расскажу о нескольких, которые прежде всего отвечают за здоровье в спорте, а здоровье в спорте это всегда здоровье сердца, прежде всего. Конечно же, параллельно я раскрою и несколько других моментов, несколько других вопросов. Перед тем, как перейти к продуктам, все-таки небольшая ремарочка относительно физической активности. Какие у нас есть виды физической активности? Это чистая аэробика, это, ну, например, сюда может входить бег, сюда может входить какие-то ритмичные движения типа танцев и так далее. Может быть реабилитация, это конкретные специфические упражнения, это может быть йога, это может быть, например, animal flow, это могут быть какие-то статодинамические виды нагрузки, которые стимулируют наш с вами опорно-двигательный аппарат, а вместе с ним и метаболизм, и эндокринную систему, и все обменные процессы в том числе. И, конечно же, силовые виды нагрузки, которые мы можем использовать в комплексе. Я стараюсь рекомендовать сейчас, вне зависимости от того, чем занимается спортсмен, какой у него профиль, профессиональный, например, это разнообразие физической нагрузки. И сам я в том числе практикую на каждодневной основе различные элементы и реабилитации, и функционала, то есть это у меня и бег, и прыг, и тому подобное, и, конечно же, силовые. И все это при поддержке состояния профицитного, а не дефицитного, чтобы не быть в кредите здоровья, в спорте, а при этом еще и оздоравливаться, то есть получать максимальный эффект. По большому счету для меня сейчас физическая активность это влияние на организм, способность, на его способности к адаптации. То есть, грубо говоря, я с помощью физической активности различной стимулирую различные системы органов для того, чтобы они быстрее метаболизировали. Вот, то есть процессы, чтобы выведение продуктов жизнедеятельности ускорялись, и питание их в том числе, чтобы ускорялось, чтобы было меньше застойных процессов. Сейчас очень активно внедряется, и я рекомендую людям освоить эту технику High Intensive Interval Training. Это когда короткие тренировки, там, в течение 5-10 минут, 5-10, с интенсивностью, которая подходит человеку, то есть для профессионального спортсмена это может быть сверхинтенсивное, для любителя это может быть менее интенсивное, для начинающего это может вообще быть Light Format, но тем не менее по протоколу High Intensive Interval Training. Это сейчас распространенная система, особенно для разогрева, либо же для заминки, либо же для проведения полноценной тренировки. она может длиться и час в принципе. Профессиональные спортсмены и любители практикуют этот метод. В чем он заключается? Клинически обосновал его эффективность доктор Табата, Табата это его фамилия, это японец, который обосновал, что 20 секунд активности плюс 10 секунд отдыха и так чередуется в течение 5 минут приблизительно, потом делается перерыв несколько минут и потом продолжание. Достаточно 5 минут high-intensive interval тренинг для человека, чтобы запустить процессы метаболизма на длительные часы. И один из эффектов, который мы наблюдаем, и почему я рекомендую по 5 минут в день хотя бы, но чтобы тренировки такие были, потому что мы знаем, что без физической активности, неважно, пусть это будет дыхательная гимнастика в стиле хит, либо же танцы, либо же бег, неважно какой это вид спорта, но он должен быть, потому что все-таки от активности нашей мускулатуры будет зависеть метаболические процессы. И вот с помощью создания так называемого кислородного долга, который в процессе high-intensive interval тренинг происходит, мы можем запустить метаболизм, обменные процессы на длительные часы. И этим объясняется эффективность таких тренировок, и я использую ее для абсолютно всех желающих оздоровиться разных возрастов, разных возрастных категорий, поэтому обратите внимание. И когда мы говорим о сути, которая необходима нам для оздоровления в спорте, то ее можно, эту параллель можно провести с скоростью регенерации, со скоростью адаптации организма к окружающей среде. То есть когда мы выполняем какую-то физическую нагрузку, неважно какую, у нас задействованы какие-то группы мышц. Вследствие этого запрос идет на усовершенствование этих тканей. Сюда же мы относим абсолютно все системы органов, потому что прежде всего первая функция белка структурная, она отвечает все-таки за нашу способность к адаптации, передвижение с места на место и питание определенными продуктами, то есть это сейчас мы ведем такой образ жизни уже неподвижный, а раньше даже для того, чтобы добыть какие-то продукты и сделать запасы на зиму, нужно было эффективно поработать несколько часов в день, даже нарубить, ну, зимой это нарубить дрова, да, а летом это нужно все это вырастить и заготовить, если мы говорим о сельском хозяйстве, про охоту я сейчас говорить не буду, и сейчас мы находимся с вами в такое время, что очень низкий уровень физической активности, и люди стремятся заниматься спортом каким-то либо для того, чтобы привести тело свою форму, получить боди трансформэйшн, но при этом упускают очень важный момент, что сама физическая нагрузка, она может создавать дефицитное состояние на длительный период времени, и вот здесь вы видите, я изобразил две стрелочки сверх восстановления или просто восстановление, либо же дефицит, да, дефицитное состояние, либо же профицитное состояние, оно будет за собой вести абсолютно разные результаты. Профессиональные спортсмены для того, чтобы не попадать в плата, они используют очень мощные различные синтетические фармакологические элементы. Если мы говорим о любительском спорте, то вот эти вот вещества, которые используют профессиональные спортсмены, в их нет необходимости вообще. И хорошая очень новость в том, что те продукты, о которых я дальше буду рассказывать, производство XS Nutrilite, они полностью закрывают потребности, самые главные потребности по сохранению мышечной ткани, а мы знаем, что предыдущий спикер, огромное вам спасибо, рассказали о важности белка, я сегодня буду говорить о том, как его сохранить и как улучшить его качество в теле, потому что белковые структуры, мы знаем, они есть у нас во всех тканях, если мы говорим о мышечных, то это мышечные ткани, которые у нас содержатся во внутренних органах, скелетная мускулатура и сердечная мускулатура, они немножко отличаются, и основной посыл моей презентации будет направлен как раз на то, чтобы максимально обезопасить и улучшить работу сердечно-сосудистой системы, потому что это будет определяющим фактором для продолжительности жизни и активного долголетия. Когда мы говорим о экстремальных нагрузках и о физической активности, то мы понимаем, что мы хотим стимулировать наш организм для того, чтобы он как-то улучшился, но при этом нам необходимо понимать, что нужно сделать нам, что нужно добавить в рацион питания, чтобы восстановить организм после стресса, оптимизировать белковый обмен, внутренний белковый обмен, а не наружный. Очень часто люди считают количество БЖУ, при этом забывая о том, что вообще-то метаболизм белка у человека, одна треть это внешний белок, который нам необходим, а две третьих это собственный белок, и вообще-то печень занимается этими всеми вопросами. Я экспериментально начал употреблять только растительные белки в своем рационе, программа детокс в моем исполнении это только веганские продукты, только растительные продукты, пост так называемый, и я сейчас в таком рационе нахожусь уже пятый, точнее шестой год, то есть можно сказать, что я спортсмен, сыроед, веган, и для меня очень важно фокусироваться на качестве внутреннего метаболизма белка, когда я сдавал анализ за своим коллегам, и они проверяли работу печени, работу моих эндокринных систем, их интересовало уровень тестостерона и тому подобное, то они заметили, что печень в моем организме функционирует немного по-другому, то есть она синтезирует больше холестерина собственного, потому что я не употребляю холестерин вообще, и она естественно намного эффективней восстанавливает жиры собственные, особенно отметили восстановление билирубина, мы знаем, что у нас есть их два, да, восстановленный он является антиоксидантом, не восстановленный он является очень мощным токсином в нашем организме, и вот из-за того, что печень у людей зачастую занимается проблемами детоксикации и человек не помогает своим рационом и продуктами печени для восстановления, то, естественно, остальные функции печени, это синтез и регенерация собственная, они отходят на второй план, потому что печень командный игрок, она занимается в основном детоксикацией в начале, а потом уже остальными всеми вопросами. Так вот, нормализация белкового собственного обмена, дальше, если мы говорим о вопросах пероксидации, это окисление всех процессов, всех тканей. Когда мы говорим о жирах, да, это липолиз, когда мы говорим о глюкозе, то это гликолиз, когда мы говорим о аминокислотах, то это гликолиз, липолиз, пептолиз, вот. Ты замечательно рассказали о важности омеги-3 и о важности аминокислот в регенерации нервной системы. Из нашего мастерпромно-двигательного аппарата, здесь, конечно же, я говорю о выведении продуктов закисляющих и тормозящих регенерацию опорно-двигательного аппарата. Эта система органов у нас регенерирует очень медленно, называем ее тканью консервативной, мы, да, кости, связки, хрящи и так далее. И они, конечно же, очень трепетно относятся, точнее, очень чувствительно относятся к ПАЖ вокруг себя любимых. То есть, это ПАЖ лимфы и крови, которые, опять же, мы восстанавливаем путем детоксикации нашего с вами организма. И на моем YouTube-канале я сейчас выкладываю видео, я провожу те спортсмены, которые прошли программу детокс, я выкладываю интервью с ними, которые, в том числе, и на Facebook у меня есть. Можете использовать эти интервью как рабочий материал, пожалуйста, коллеги. Дальше. Гипогликемия. Это дефицит энергии в клетке, нарушение обменных процессов. Дальше. Гипоксия. Это недостаток кислорода, который, кстати, может возникать на фоне недостатка нерегенерации белковых структур, например, в крови, когда мы говорим об эритроцитах и так далее. Дегидрация. Это недостаток жидкости, когда у нас возникает очень обильное выделение пота, но при этом недостаточно употребление жидкости, либо же жидкость употребляется, но не полноценно метаболизирует. Об этом я немножко дальше расскажу, потому что жидкость может не проходить абсолютно все не проходить все стадии метаболизма, если можно так сказать, есть у нас метаболизм поверхностный, а есть глубокий. То есть клеточный, например, метаболизм это глубокий, и поверхностный метаболизм это когда мы говорим о пищеварении, о дыхании и так далее. И вот очень часто сейчас я сталкиваюсь с тем, что у людей на клеточном уровне нарушение метаболизма воды и, естественно, солей. Это сопровождается отечностью и так далее. Ну и, конечно же, то, о чем я уже несколько раз говорил, это нагрузка на печень. Это все, то, с чем сталкивается спортсмен, это то, с чем сталкивается человек в принципе любой, любой человек с этим сталкивается. Но у спортсменов это, ну, скажем так, именно из-за того, что у них метаболизм ускорен, у них это происходит быстрее. У людей, у которых метаболизм замедленен, у них это происходит медленнее, а у тех, у которых очень замедленен, то происходит так же быстро, как и у спортсменов, только за счет нарушения торможения метаболизма. То есть у спортсмена токсины могут накапливаться, продукты пероксидации и тому подобное, из-за того, что они много задействуют свои ткани, и у них возникает, скажем так, дефицитное состояние, а у людей, у которых физической активности недостаточно, у них возникает токсикоз, и точно такие же отравления токсинами из-за замедленного метаболизма. Поэтому мы с вами стремимся находиться в балансе. Метаболизм он так и называется, катаболизм, анаболизм, и вот балансировка – это определяющий фактор. Поехали дальше. Как я и говорил ранее, один из необходимых акцентов – это убрать последствия пероксидации. Это, естественно, в конечном счете это всегда свободные радикалы. В конечном счете, в итоге, неважно о каком метаболизме мы говорим, белковом, жировом, углеводном, неважно о каком, это конечный, это свободный радикал. И циреактивный белок, мы помним все эти термины. Кому интересно, обязательно почитайте. Все ребята, которые сегодня присутствуют, новички, кого пригласили или же продвинутые уже пользователи Nutrilite, и экстрессом, и вообще любители здорового образа жизни, прочитайте книгу Дюка Джонсона «Революция оптимального здоровья». Прочитайте обязательно историю бренда Nutrilite. Это то, что вам поможет больше узнать о нутригеномике, нутригенетике и основных принципах рациона оптимального здоровья. Это то, о чем я сейчас говорю. Можно вдогонку еще прочитать лекцию доктора Волока, умершей доктора Нилгуд. Там уже больше углубления на развитие патологий и состояний через дефицит макро-микроэлементов и фитонутриентов в том числе. Дальше. Ну и еще раз опять же вдогонку. Я тоже стал автором, можно так сказать, брошюры, в которой соединил тот практический опыт, который я накопил в течение этих 10 лет изучения пищевой терапии. Конкретно о восстановлении мышечных волокон. Первое, что нам необходимо, это кислород. Мы знаем о том, что кислород будет благодаря эритроцитам, в которых есть, то есть нормальным эритроцитам, в которых есть гемоглобин, обогащенный железом, а не какими-то другими веществами. В крови соответствующий pH и кислород, а, и уровень патогенной микрофлоры, потому что мы знаем, что патогенная микрофлора, она и потому и называется патогенной, потому что она с нами конкурирует за питательные вещества. Вот, например, за кислород она будет с нами конкурировать, за мини-кислоты она будет с нами конкурировать, и за все, что плавает у нас в крови, естественно, это все очень вкусненько для нее, поэтому иммунная система, ее мы поднимаем. И сегодня говорили о некоторых продуктах, особенно о чесноке, которые выполняют эту функцию. И, в принципе, вся программа детоксикации, она направлена на то, чтобы укрепить иммунитет в том числе. Мы знаем о том, что еще в митохондриях нам необходимо железо для того, чтобы кислород, который пришел там, был эффективно в цикле Крепса обработан. И две ткани, ну, так скажем, две органеллы, или два комплекса тканей, это клетки крови и митохондральные клетки, которые нуждаются в железе. Если углубиться, откуда его взять и как оно всасывается, мы опять же возвращаемся к флоре кишечника, вот то, с чего начала Елена, и о программе детоксикации, о которой говорил практически каждый сегодня спикер. Потом я акцент делаю на калий-натриевом насосе, а для того, чтобы он был максимально эффективен, это и о жидкостях, потому что спортсмены очень часто, вообще сейчас люди не допивают жидкости, я рекомендую минимум 40 миллилитров на килограмм веса выпивать жидкости, естественно, чтобы электролитные комплексы занимали хотя бы 20% этой жидкости, то есть очень много минералов, электролитов. Это один из базовых элементов, которые я рекомендую употреблять спортсменов на фоне с антиоксидантами. Дальше, конечно же, это качество метаболизма собственных белков и жиров, от этого будет зависеть способность проведения питательных веществ в ткань и выведения продуктов распада, и энергообмен в клетке, конечно же, эффективность, с которой будут митохондрии, выделять энергию, благодаря которой будет происходить непосредственно эффективность нашей адаптации через ускоренный метаболизм. Мы знаем, для того, чтобы митохондрия очень эффективно выполняла свою работу, она должна быть обновленной. Благодаря нашей программе детоксикации человек может восстановить очень многие органеллы, в том числе и митохондрии. Почему? Потому что мы создаем определенный дефицит в элементах, богатых энергией, колоражной энергией. Мы создаем профицит в минеральных элементах и дефицит в колоражных элементах с помощью нашего рациона питания. Естественно, в процессе этого мы знаем элемент, один из инструментов – это аутофагия, с помощью которой мы можем возобновлять митохондральный ряд. И добавив туда коэффермент Q10, добавив туда минералы, в том числе железо, мы можем получить максимально работающую электростанцию, которая будет отвечать всем необходимым стандартам клетки. Самое главное, что митохондрия, которая работает на 100%, она не нуждается в помощи. Митохондрия, которая работает на 50%, нуждается в помощи. И в помощь такой митохондрии, естественно, организм синтезирует еще дополнительные митохондрии. И митохондрия, которая работает на 50%, она употребляет питательных веществ больше, работает менее эффективно, а выдает токсинов еще больше за счет своего собственного заторможенного метаболизма. Поэтому следить за восстановлением митохондрии также очень важно. С помощью программы детоксикации это можно все осуществить. Здесь, опять же, вы видите рекомендацию относительно увеличения количества коэффермента Q10. Я его также рекомендую употреблять. Состояние дефицита приводит к различным заболеваниям, к застоям, в том числе и к летальным исходам. Когда мы говорим о профиците, это максимальная результативность. И когда мы разбиваем продукты спортпита на три основных категории, то нам необходимо употреблять продукты до, употреблять продукты во время и употреблять продукты после физической активности. Когда мы говорим об общих повреждениях, которые оказывают на наш организм различные источники, то мы можем разделить их на гормональные, мы можем разделить их на химические, гермональные тоже относятся к химическим, и физические. Мы знаем, что кортизол помогает нам перенести любую физическую активность, то есть ее, не то чтобы перенести, а выполнить ее максимально эффективно. Отключаются центры головного мозга, которые отвечают за рассуждения, включаются больше инстинкты, которые помогают метаболизму наших скелетных мышц, связок, вообще опорно-двигательного аппарата, повышают кровяное давление, повышают уровень сахара, который необходим для работы сердца и мускулатуры, снижают эффективность иммунной системы. Почему? Потому что мы знаем, что иммунная система на максимуме, она потребляет очень много питательных веществ, и с помощью кортизола подавляется этот эффект. То есть кортизол помогает сфокусироваться нам больше не на иммунной функции белка, а на структурной функции белка, которая будет отвечать за выживание, потому что физическая активность для нашего с вами организма это всего лишь способ выжить. Уменьшает количество саритонина, который впоследствии будет тормозить продукты, тормозить процессы пищеварения и восстановления наших тканей. То есть, грубо говоря, кортизол, он стимулирует системы, которые будут помогать выживать на данный момент времени, то есть эффективно двигаться вне зависимости от цели. Либо это охота, либо мы убегаем от кого-то, либо ползем за кокосом на пальму. Естественно, сейчас все это сводится к физической активности, но кортизол выполняет и в том, и в том случае свою роль и помогает нам более эффективными быть в работе. Также помогает кортизол притупить боль. Все это приводит нас к тому, что мы можем более эффективно заниматься спортом, ну или любой физической активностью. Каким образом наш организм восстанавливается после кортизола? Об этом можно говорить очень долго. Я буду рассказывать конкретно об эффекте кортизола, например, на скелетные мышцы, на мышцы сердца, и это то, что нас будет интересовать, и на остальные ткани, в которых содержатся аминокислоты, в которых содержатся белки. То есть без кортизола мы не сможем быть эффективными в ежедневной жизни. Кортизол называют гормоном стресса, потому что он накапливается. Ну, людей пока что, это наша с вами задача, разъяснить им, как восстанавливаться после кортизола, потому что это очень важный гормон, который нам нужен. Конечно, он антагонист серотонина, но в этом-то и суть баланса, чтобы очень классно как следует поработать физически и классно как следует потом отдохнуть. Вот мы с вами занимаемся тем, чтобы мы были в балансе. Следующее химическое повреждение это у нас все, что касается процессов окисления, то я о чем уже говорил. И лактат, перуват, который формируется потом в процессе, он будет детоксицироваться печенью, он будет детоксицироваться с помощью жидкости, выводиться, конечно же, с помощью почек. И мы знаем все эти процессы выведения. Но это также стресс для нашего с вами организма, и скорость выведения продуктов в жизнедеятельность очень важна. То есть у людей, которые не занимаются физической активностью, накапливаются все эти токсины именно из-за низкого метаболизма, а у людей, которые занимаются физической активностью, у них должен быть метаболизм ускоренный, но у них также и повышен расход питательных веществ. То есть любишь кататься, любишь саночки в воде. И, конечно же, третий – это физические повреждения. Когда мы говорим о необходимости какой-либо адаптации, сверхадаптации у спортсменов, а для любителей просто поддержать свое тело в форме, то это сверхнагрузка, очень, скажем так, как находящаяся в потоке. Ну, то есть когда человек чувствует такой фан, да, больше в активности физической, чем сверхнапряжение. Это когда мы говорим о любителях. Но у людей, которые занимаются, например, с отягощениями, либо же тренируются более часа, у них всегда происходит перенапряжение мышечное, и могут возникать стресс-повреждения. Стресс-переломы, стресс-растяжение, стресс-всевозможные повреждения. Вот так выглядит... Вот так выглядит деструктивная крепатура. То есть крепатура может быть конструктивная, когда мы говорим о сверхвосстановлении, восстановлении и о профиците, когда вы ходите на тренировку каждый день и по несколько раз в день, вы полны энергии и работоспособны. И деструктивная крепатура, из-за которой у вас ломка, у вас болят мышцы, у вас поднимается температура, возникают всевозможные иммунодефицитные состояния, нарушение пищеварительного процесса и психосоматические расстройства. Все это могут быть элементы деструктивной крепатуры, если люди занимаются спортом, и состояние токсикоза, если люди не занимаются спортом. Из большого разнообразия, которое сейчас есть на рынке, я рекомендую всегда обращать внимание на один очень важный момент, который в принципе расставляет все точки на «ты». Вот когда мне задают вопрос, какой спортпит выбрать, какой продукт выбрать, что необходимо, я рекомендую ответить на вопрос, вам для здоровья или просто для результата. Вот когда человек говорит, не для здоровья, тогда мы говорим о продуктах, которые могут похвастаться своим собственным производством, сырья и контроля качества. Потому что сейчас в интернете можно, мне ежедневно практически пишут вопросы относительно того, где взять, что взять. В интернете это пишут, по отзывам то-то, то-то, то-то. Ну, ввести в заблуждение любителя сейчас или человека, который хочет найти выход, очень легко. Даже сейчас протеиновые батончики появляются в «Баунти» или «Сникерс». Скоро будет «Спортпита», «Гуша» там, знаете, то есть у меня столько уже юмора собралось на эту тему. Особенно, что касается продуктов, которые используются сейчас перед тренировкой, всевозможные притрены. Но об этом я чуть дальше расскажу. Мы знаем о том, что спортсмены используют активно вещества, которые ускоряют метаболизм, без учета реакции тканей, то есть больше аннексирующим способом, насилуя свой организм и подводя организм от соревнований к соревнованию насильственным путем, заставляя его регенерироваться с помощью допинга. Мы знаем о том, что сейчас антидопинговая ассоциация, она внесла огромное количество запретов. Они даже введены на кофеин и на многие другие вещества. Почему? Потому что они оказывают определенный эффект. То есть спортсмены сейчас уже сканируют очень сильно свой рацион, особенно как спортивный рацион, особенно как выводить продукты эти из крови и особенно из мочи, потому что эти вещества сохраняются длительный период времени. Почему я об этом сейчас вам говорю? Вне зависимости от того, человек использует допинг, не использует допинг, ему нужны восстановительные вещества, элементы. Я сейчас не за то, чтобы критиковать какой-то вид фармакологии и тому подобное. Нет, я всего лишь говорю о метаболизме белка и о том, что необходимо восстанавливать свои ткани после физической активности. А как вы разогнали свой организм, это уже лично ваше дело. Один из, кстати, распространенных видов притреника, которых добавляют герань, это запрещенный препарат и очень большие дозы кофеина. Я сейчас знаю, что используют там в районе грамма кофеина в сутки. Для чего это делается? Для того, чтобы создать вот такое состояние прухи, знаете, когда человек чувствует, что его просто выносит, вот у него начинает труситься все тело и он хочет дорваться до чего-нибудь. И если в этот момент у человека нету плана тренировки, у него отключается мозг полностью, то есть настолько он попадает в состояние шока, настолько его эти притреники заряжают, что он уже не мыслит, что он делает. У меня профессиональные спортсмены, некоторые сейчас реально жалуются на то, что производители просто с катушек послетали, они кидают такие дозировки, что у спортсмена выключается мозг. То есть на тренировке спортсмен не может уже думать. И это один из важнейших элементов, который сейчас отмечают профессиональные спортсмены. А в одном из таких примеров я вам расскажу сейчас чуть дальше, чтобы вы понимали, о чем я говорю. То есть не важна дозировка, а важна комбинация веществ в продукте и их воздействие на организм человека. Когда мы говорим о двух основных направлениях, чем заправляться, есть продукты, которые соответствуют геному человека, и есть, которые не соответствуют, аннексируют в организме. То есть когда мы говорим о синтетических веществах, то они, естественно, не добавляют здоровья, а органически добавляют. Вот когда речь заходит о спортивных добавках, я первое разделение провожу, это либо синтетический, либо натуральный продукт, а второе, если это натуральный, ну, человек стремится к здоровью, к оздоровлению, то тогда есть ли у него свое собственное производство сырья. И здесь тоже разделение на две категории. Если мы говорим о спецпродуктах, которые имеют свою сырьевую базу, то есть это топ из того, что сейчас существует на рынке. Это продукты, которые на натуральной основе, это первое, а во-вторых, они имеют свое собственное сырье. Это бренды Nutrilite и бренды XS. И вы знаете, что в команде есть олимпийские чемпионы, Orlando Magic, футболисты и многие другие чемпионы. Я не знаком, естественно, с Шакила Нилом, например, либо с Сафа Пауэллом, но я знаю лично спортсменов, которые являются призерами соревнований, которые используют бренд Nutrilite и бренды XS. Один из них – это чемпион мира Вячеслав Бевзюк. Это предприниматель. У него четверо детей, кстати. Он живет в Черенковской области. И он уже два года подряд участвует в профессиональных соревнованиях по жиму лежа. И в прошлом году он стал абсолютным чемпионом мира. В этом году он занял второе место. Это человек, который, как говорится, в натуражку, да, используя исключительно XS и Nutrilite, ставит рекорды. И вы его можете найти на Фейсбуке, задать ему вопросы по относительно рациональности использования спортпита и Nutrilite и XS. То есть это те люди, которых лично я знаю. Дальше – это Иванченко Мария, которая является призеркой соревнований по фитнес-бикини. Мы совсем недавно с ней начали работать. И она уже прошла программу Detox. Начала использовать активно продукты Nutrilite и XS. Особенно сейчас ее заинтересовала Радиола. Почему? Потому что этот продукт, о нем рассказала сегодня очень классная Елена. Я отмечаю просто феноменальные результаты у спортсменов. Ну, прежде всего у себя, но и у спортсменов, которые начинают использовать этот продукт. Речь сейчас идет о, прежде всего, о восстановлении от оксидативного стресса во время тренировки и после тренировочном процессе. О составе Радиолы сегодня Леночка классно рассказала. Я Радиолу, вот как только с ней познакомился, использую ее ежедневно. Дальше. Это мой тренер в прошлом по бодибилдингу, чемпион Европы по бодибилдингу в категории свыше 110 килограммов. Это Павел Черноуз. Живет он тоже в Чернигове. И буквально вот недавно я с ним встретился, дал ему на пробу наши продукты. Он уже мне позвонил и сказал о том, что мне вот продукты, непосредственно, если мы говорим об эксцессе, это Радиола и Эксесс Пауэр Дринк, они ему позволяют выкладываться на тренировки и при этом сохранять ясность ума. Для спортсмена это очень важно, потому что спортсмен планирует свои тренировки очень тщательно. И даже чрезмерные 5 минут тренировки могут уже привести к очень мощной закисленности организма. Да, конечно же, Павел использует все, что можно в своем арсенале для того, чтобы добиваться таких результатов. То есть такая гипертрофия мышц не является естественной. Но когда мы говорим об эффективности каких-то спортпитов, то он на своем теле может уже четко дать понять, этот работает так, этот работает и так. И из всего ассортимента, который Павел перепробовал за многие десятилетия, он отметил очень яркий эффект контроля тренировки при максимальной эффективности, сверхинтенсивности. Это очень важное для меня лично наблюдение от профессиональных спортсменов. Дальше. Когда мы говорим о сохранности сердечной мышцы и необходимости аминокислотного состава. Смотрите, что очень важно. Сейчас мы знаем, очень много есть спортсменов таких медийных, которые, к сожалению, из-за процессов пероксидации, из-за процессов разрушения собственных белков и жиров в организме, они закончили леталом. То есть таких людей, о смертях таких людей мы узнаем, потому что это медийные личности. И среди них очень много известных людей. Вот Динамит, например, Владимир Турчинов, который известен очень. И много олимпийских спортсменов, очень много профессиональных футболистов, хоккеистов и тому подобное. Фигурное катание, плавание. Это все люди, вот здесь вы видите сейчас фотографии людей, которые уже давно, их нету, но они занимались профессиональным спортом из-за того, что их диетологи, то есть все, что касается спортивной медицины, не смогли им обеспечить должного ухода, их организм раньше времени сказал, «Алес, я заканчиваю свою функциональность». И когда мы говорим о состоянии дефицита или профицита, для нас здесь очень важный продукт, который прежде всего под воздействием кортизола в сердечной мускулатуре будет разрушаться. Под воздействием кортизола, для того, чтобы выработать энергию в клетке, будет происходить разрушение таких аминокислот, как BCAA. И мы знаем, что в сердечной мышце более 40% BCAA в мембранах. Почему? Потому что BCAA метаболизирует очень быстро в мышцах. И в сердечной мышце метаболизм, BCAA, очень важен. То есть кортизол будет распиливать BCAA, чтобы дать энергию сердцу, потому что ждать повышения уровня глюкозы через, например, запуск липидного обмена или еще каких-то запросов, подачи запросов в печень, это может занять длительный период времени и может быть чревато остановкой сердца. Ну, соответственно, вначале это будет тахикардия, аритмия и так далее. Вот поэтому BCAA – это первое, что распиливается кортизолом для получения энергии. В скелетной мускулатуре BCAA у нас порядка 30%, в гладкой мускулатуре порядка 5%, то есть очень небольшое количество BCAA. Почему? Потому что мы знаем, что гладкая мускулатура, она не отвечает за выживание, ну, имеется в виду быстрое выживание, скелетное, сердечное – да. То есть пищеварение – это уже потом, когда мы убежали, либо же кого-то догнали, либо же насобирали, либо же там залезли за кокосом или еще что-то. Мы понимаем, что пищеварение потом, первостепенно, это вот работа сердца и скелетной мускулатуры. Поэтому BCAA очень важны. Они метаболизируют в печени, если печень не забита токсикозом. И опять же, возвращаемся, можно говорить здесь о программе детокс. Почему я сейчас всем спортсменам рекомендую, и меня очень многие отмечают феноменальный эффект восстановления после этой программы детоксикации. BCAA аминокислоты это лицин и залицин и валин. Это три аминокислоты, которые очень быстро метаболизируют в тканях мышечных. Они необходимы для того, чтобы предотвратить расщепление белка, распад белка. И, конечно же, ускоряют восстановление уже поврежденного кортизолом белка. В данном случае нас интересует, конечно же, прежде всего, это сердце. Ну и кого интересует будет трансформация и адаптация мышечных тканей, то, конечно же, BCAA здесь играют очень важную роль. Следующий элемент, о котором я хочу сказать, на чем я хочу сделать акцент, дорогие друзья, это об аминокислотах незаменимых. А сегодня о них уже здорово рассказали в разделе аминокислот и белков. И вот незаменимые аминокислоты, вы видите, здесь их 10 штук. Ну, есть условно незаменимые, то есть неусловно заменимые, это аргинин и гистидин. Вот эти вот все аминокислоты заменимые, они синтезируются у нас в печени. Вот это вот то, что необходимо организму давать ежедневно, для того, чтобы он максимально адаптировался. Все незаменимые аминокислоты, мы знаем, что они есть в абсолютно всех продуктах, животных и растительных, разница только в комбинации. И здесь мы говорим уже о скорости попадания аминокислот в кровь. Вот, чем быстрее незаменимые аминокислоты попадут в кровь, а вы понимаете, от чего это зависит, то есть чем быстрее, чем эффективнее работает пищеварительная система, чем эффективнее работает печень, для того, чтобы это все анаболизировать и транспортировать в комплексы пептидов и отдельные аминокислоты. Вот это будет определяющим фактором скорости восстановления скелетной мышцы и сердечной мышцы в первую очередь. Из продуктов, которых есть у нас BCAA, это XS Pre-Trient, который есть у нас на рынке Украины, и это XS Muscle Multiplier, который есть сейчас в Соединенных Штатах Америки, который мы можем заказывать. В чем уникальная особенность XS Muscle Multiplier? Это то, что здесь есть все незаменимые аминокислоты. То есть в притренике в данном случае XS есть только BCAA, а в Muscle Multiplier есть все незаменимые аминокислоты, поэтому эти BCAA, а эти EAA аминокислоты называются. То есть для того, чтобы произошло максимальное восстановление мышц сердца и мышц скелетных, нам для этого и нужны все незаменимые аминокислоты. И вот этот продукт он показан абсолютно всем. Спортсменам естественно эффективнее. Спортсмены его оценят еще быстрее, чем просто обыкновенные обыватели. Но когда мы говорим о простоте усвоения и скорости попадания разветвленных аминокислот, быстро усваиваемых, которые не требуют аккредитации в печени, понимаете, да, то есть это все скорость. Вот по скорости усвоения и повышения уровня аминокислот в крови незаменимых это масло мультиплеер. Поэтому это самый сейчас топовый, это фаворит, вы видите здесь отметку. И кому будет интересно, вы сможете зайти на сайт, он здесь прям вот везде, на американском сайте он прям везде в топе и нажав на эмблемку, вы перейдете на непосредственно сам продукт и посмотрите на его ингредиенты. Что я хочу отметить, что в этом продукте, вот вы видите трендовые названия нон-ГМО, без лактозы, без глютена, шугар-фри и так далее, и так далее, натуральные ароматизаторы, без холестерола, это все как бы трендовые такие запросы для потребителя. Но когда мы говорим об ингредиентах, посмотрите, здесь 10 незаменимых аминокислот в легко усваиваемой форме. Другими словами, набрав, разбавив масло мультиплиер в водичке и пополоскав им в полость рта, в вашу кровь уже поступают незаменимые аминокислоты. И настолько этот продукт эффективно усваивается, я уже молчу про желудок, про 12-перстную кишку и тому подобное. То есть задача пищеварительных ферментов поджелудочной кишки это разобрать белки на аминокислоты и тогда они только смогут впитываться в кровь. Эффективность продукта масло мультиплиер, который содержит в себе и BCAA, и элементы, они называются сейчас, вы видите AEAA, это как раз те аминокислоты незаменимые, которые очень могут очень быстро усваиваться в нашем с вами организме. Поэтому это топ. Сейчас это то, что на рынке это лучшее, что можно сейчас предложить для метаболизма белка и восстановления, и подготовки, то есть масло-мультиплиер можно использовать и перед тренировкой, и во время, и после, если, конечно же, вы можете себе это позволить по финансам. Но, поверьте, 35 или сколько, 45 долларов баночка, вам ее хватит на, ну, предназначительно на месяц, даже больше, если вы тренируетесь несколько раз в неделю. Я тренируюсь ежедневно и по несколько раз в день, естественно, у меня расход больше, но в перерасчете на запрос моего организма по незаменимому аминокислотам, это очень выгодно по деньгам. Естественно, я еще использую и растительный протеин как источник еще и веществ, которые будут восстанавливать мою печень очень быстро, потому что там есть такие элементы, как лицетин и тому подобное, жирные кислоты, которые необходимы, полиненасыщенные жирные кислоты. Конечно же, я использую омега-3 и тому подобные, макро- и микро- вещества, которые необходимы для восстановления. Но вот если мы говорим о метаболизме белка, я вам разъяснил суть работы BCAA и EAA. То есть, это здоровье сердца, метаболизма белка непосредственно в тканях, скорость усвоения этих веществ, которые являются сейчас определяющим фактором. То есть, чем меньше загружена печень переработкой белков и она может сосредоточиться на анаболизме поступивших аминокислот в кровь, тем, естественно, эффективнее будет метаболизм печени и скорость восстановления структур белковых в нашем с вами организме. То есть, BCAA и EAA нам необходимы прежде всего для здоровья сердца и, конечно же, очень быстрой мультиадаптации скелетной мускулатуры. Поэтому он называется muscle multiplier. Он позволяет нашим мышцам очень быстро развиваться либо в направлении скорости, либо в направлении силы, либо в направлении выносливости. А иногда это комбинация силовой выносливости. Важный момент. В герметологический институт киевский мы отдали некоторых производителей и о чем я хочу сейчас сказать. Дорогие друзья, вы можете провести такой геронтологический тест. В любом городе есть лаборатория с хроматографом. Для того, чтобы вам удостовериться относительно качества сырья, я вот хочу рассказать о Elite BCAA, которые сейчас на рынке очень много и цена у них очень доступная. Вот хроматограмма лейцина. Это то, что отображает хроматограф в процессе исследования. Вот хроматограмма мальтодекстрина. Это просто подсластителя. То есть, если в BCAA есть лейцин, то, по идее, в тестовом режиме он должен показать, что там есть лейцин. И когда тестят продукт, вы видите, что есть совпадение исключительно по хроматограмме мальтодекстрина. То есть, человек купил BCAA, здесь расписан их состав, да, что по составу в принципе соотношение великолепное. Лейцин и залицин и валин. 7 грамм это много в принципе, но в этом продукте их нет. Есть только мальтодекстрина. И когда мы говорим о качестве сырья, вот здесь нам очень важно сделать акцент на этом, потому что многие производители пишут, но не кладут. Либо же если поклали, но способ обработки, транспортировки и хранения привел к тому, что эти вещества разрушились. Но, как сказала Елена Астахова, спасибо о том, если клубничку могут сейчас обработать химикатами, она может сохраниться, то производитель в принципе может обработать в растворе вещества, те же самые BCAA, чтобы они каким-то образом сохранялись. Но здесь в данном случае вы видите полный отсутствие аминокислот, и это настораживает. Очень часто люди платят деньги и получают при этом некачественный продукт. Следующий элемент это таурин. Он очень важен для, опять же, регенерации аминокислот и здоровья сердечно-судистой системы. Об физиологических эффектах таурина вы сможете дальше в записи посмотреть и почитать. Я хочу сказать о том, что я люблю XS-напитки, как раз потому, что там есть в составе комплекс таурина. Там нет артофосфорных кислот, что позволяет усваиваться минералам и эффективно работать таурией. Следующий комплекс продуктов, если мы говорим о боди-трансформации, то это, естественно, будет трансформация в сторону улучшения качества мышц и при этом снижение жировой ткани, то есть трансформация белого жира в бурый жир. Этого мы добиваемся сейчас с помощью некоторых продуктов. Первый продукт это по эффекту и намного эффективнее, чем эль-карнитин. Это радиола, она содержит в себе комплекс веществ, которые транспортируют жировые молекулы прямо в митохондрии. И при этом этот еще продукт является комплексным, с антиоксидантами и так далее. Дальше это, конечно же, зеленый чай, который я рекомендую пить в больших количествах в программе Детокс. Это один из базовых продуктов. 4-5, лучше 6 чашек в день, это то, что мы рекомендуем. И также трендовый продукт это КЛК, аминокислота, то есть это комплекс, точнее, комплекс кислоты, прошу прощения, это не аминокислота, это конъюгированная линолевая кислота, которую необходимо, естественно, употреблять в балансе с омега-3 жирами, об этом мы тоже эффективно сегодня рассказали. И когда мы комбинируем омега-3 из КЛК, мы получаем эффект в 300% улучшения метаболизма жира и будет трансформация. Та трансформация, которая у меня произошла, она произошла с помощью этих всех продуктов, естественно. Сейчас я замечаю о том, что подключилась радиола, и это еще эффективнее влияет на качество мускулатуры. Первое, что мне заказал Павел Черноут в Чернигове, он мне позвонил и сказал, я три дня употребляю радиолу, я чувствую эффект положительный относительно нервной системы, и самое главное, что я заметил, что у меня качество мускулатуры улучшилось, представляете? То есть это мнение профессиональных спортсменов, я уже молчу об эффекте для любителей, просто обыкновенных обывателей, любителей спорта, и я рекомендую употреблять те продукты, которые я свыше перечислил на ежедневной основе. Конечно же, вернусь сейчас к топу продаж и рекомендую абсолютно всем попробовать этот продукт, это конечно же масло мультиплаер. Переходите обязательно на сайт www.com и изучайте продукт, заказывайте быстрее и начинайте использовать. Я благодаря Денису Астахову в Майами познакомился с этим продуктом, когда мы были на семинаре в Штатах, я пробовал его неделю, ну, может, чуть больше, полторы, я просто обалдел от эффекта, естественно, это сейчас мой любимчик. Вот, так, останавливаю презентацию, вопросов, наверное, здесь немножечко накопилось, я прошу прощения, что затянул, меня слышно, видно? Да, Юра, спасибо большое, слышно, видно, все прекрасно, презентация бомбезная, надо теперь сидеть, разбираться, что ты там вообще нам наговорил, но, если вернуться к продукту, у меня лично вопрос, вот именно вот к этому продукту, да, что там видно, да, вот, да, вот он, да, то есть, для меня лично очень много понятного, скажи, пожалуйста, это употребляется после тренировки, это употребляется до, во время и после, это вообще универсальный продукт, вот если говорить о том, что сейчас я бы рекомендовал покупать, что вот сейчас из того, что можно выбрать, то это базовый продукт, который и как при тренин, и как во время тренин, и как посттрен, он действительно уникальный, универсальный, его целевая функция, конечно же, это поставить очень быстро, эффективно высокоанаболизирующие аминокислоты в разветвленной L-форме и на адаптацию скелетной мускулатуры и сердечной мускулатуры. Когда мы говорим о построении мышечных волокон, о их восстановлении, то мы говорим о том, что масло мультиплайера мы употребляем после тренировки. Но я понимаю эффект этого продукта, я его сейчас рекомендую во всех трех случаях. То есть мы разбавляем себе его в жидкости, его можно даже комбинировать с электролитами, то есть мы берем электролиты, добавляем туда масло мультиплайер и это просто муа, ну то есть все, фул. Ну по вкусу он вообще обалденный. Я тебе говорю, я когда мне пришло, я разводишь, там нюхаешь, там просто как конфеты, знаешь, такие вкусные. Да, то есть вот взять основной продукт, например, мы берем мультивитаминный комплекс, да, если мы говорим об рынке Америки, там комплексный продукт, это мэнспэк или вумэнспэк, а если мы говорим о дейли, то тогда к нему мы добавляем омегу, то есть вот это вот база. Дальше мы берем радиолу и массовый мультиплайер и все. По большому счету больше ничего не нужно для базы, дальше человек может себе уже что-то добавлять, то есть я могу рекомендовать креатин, который есть у нас при воркауте, я могу рекомендовать электролиты, я могу рекомендовать протеиновый коктейль, либо же гидролизат, либо же изолят, в зависимости от того, какие цели у человека. Но из того, что сейчас со старта я рекомендовал бы это, конечно же, масло. Понятно, тут есть вопрос людям старшего. Извините, можно я? Можно я? Я увидела этот вопрос, можно я скажу? Да, мы буквально неделю назад были, Юра, конечно, очень здорово ты открыл эту тему вот насчет того, что происходит у нас не просто в макро, и в тканях, и в клетках. Мы были буквально две недели назад на семинаре и у нас на семинаре выступал доктор Чед Джиласко. Это человек, он профессор медицины и он больше 20 лет работал в Нутрилайте именно, в лабораториях Нутрилайт. И он показал, вот этот доктор Чед, он показал топ-10 продуктов Нутрилайт, базовые продукты, которые нам нужны, просто необходимы для человека. начинал он с Дабл-Х, да, и буквально на четвертом-пятом месте он ставил масло-мультиплайер. И он сделал особенный акцент на этот продукт, что это не просто для спортсменов продукта, что это продукт необходимый топ-10 для каждого человека, и особенно для людей, он сказал, что в принципе после 40 лет уже можно начинать его на постоянной основе, просто принимать всем подряд, именно для поддержания мышечной массы, для качественной мышечной массы. Все верно. А для старшего возраста, 60-70 лет, он говорит, что это просто жизненная необходимость. Все верно. Все верно. Извините, я принялась так, просто у меня для меня это было такое еще одно подтверждение, такой вот бременитый профессор, который, ну, с научной точки зрения, он говорит, что это не просто спорт-продукт, это продукт для ежедневного постоянного применения, и действительно необходимое, особенно в старшем возрасте, потому что чем старше мы становимся, тем сложнее всасываются и метаболизируются вот эти аминокислоты, и вот именно качество этих аминокислот, как они хорошо работают на мышечную ткань, особенно в старшем возрасте, это как раз вот такой большой плюс, что это может действительно реально продлить качественную жизнь. Да, все верно, Елена, речь идет о метаболизме внутреннего белка, и мы знаем, что мотор это печень для метаболизма белка и жира и углеводов в нашем организме, и естественно с возрастом качество, эффективность работы печени в силу различных обстоятельств, в зависимости от того, как ею человек пользовался печенью, какую функцию он перенапрягал, помогал ли он печени детоксицироваться или нет, естественно с возрастом речь идет как раз о том, чтобы проще были продукты для усвоения и масло мультиплайер это топ сейчас по приходу незаменимых аминокислот кислот. Юр, если подвести итог, вот смотри, сейчас ты как-то вначале сказал свое выступление, что сейчас массово люди начинают заниматься спортом либо физической культурой какой-то, да? Да. В основном, ну, я сталкиваюсь с сном по бегу, толпы людей уже начинают заполнять трассу здоровья в Одессе уже пробежать невозможно, проехать тоже в таком плане. Это с одной стороны хорошо, с другой стороны ну, пора строить еще пару трасс. Так вот, что, что вот ты можешь сказать, вот пришел, скажем так, новичок, любитель, вышел, одел первый день кроссовки, он уже пробежал первые три километра, пришел домой и понимает, что с завтрашнего дня он начнет и не прекратит, но ему нужно спорт пить. Что конкретно такому новичку, вот конкретно из наших продуктов ты можешь порекомендовать? Какой набор купить? Вот пошагово. Раз, два, три, пять. Конечно же, мультивитаминный комплекс, который человек может себе позволить. Double X. Давай так, бюджет не считаем. Сейчас в любительский спорт приходят люди, которые зарабатывают деньги реально. отлично. Тогда мы говорим о Double X, либо Men's Pack, Women's Pack. Если говорим о Double X, то добавляем Омегу. В Men's Pack и Women's Pack входит Омега. Дальше, естественно, это продукты, которые будут улучшать метаболизм белка. То есть, это Muscle Multiplier, либо содержащий BCAA. Muscle Multiplier это рынок Америка-Канада, и мы можем их заказывать, мы можем этим пользоваться. И добавление к этому будет комплекс электролитов. То есть, это то, что мы можем разбавлять вместе с маслом Multiplier. Оранжевый наш, правильно? Да, например, оранжевый. В Штатах также есть комплексы Refresh, которыми можно восполнить необходимость электролитов, то есть, восполнить уровень электролитов. Да, кстати, там со вкусом кокоса, два обалденных, тоже, вот я сейчас употребляю, тоже классно вообще. Да, вот, и следующий продукт, который я бы рекомендовал, это, конечно же, протеиновый порошок от Nutrilite, и здесь акцент не на количестве аминокислот в нем, а о способности фитофакторов, вот, тех же самых элементов растительных, да, компонентов, которые там есть, когда мы говорим о соевом лецитине и так далее, это поддержание печени и, конечно же, плюсик, опять же, в метаболизм белков. Если говорить о безлимитности кошелька, я могу перечислять очень долго, но следующими продуктами, которыми я бы порекомендовал обзавестись, это радиола, которые относятся к базовым таким, потом это joint health, это здоровье суставов связок, комбинация глюкозамина с различными веществами, на одном рынке это с эндроитином, где-то с босфелией, во всех этих комплексах присутствуют непосредственно вещества, которые являются модуляторами, и вещества, которые являются стимуляторами синтеза той или иной ткани, ну и диффузией веществ, конечно же, в этих тканях. Вот, и если продолжить этот список, я совсем недавно ознакомился с эффектом антиоксидантов, которые находятся в концентратах овощей и фруктов. Это очень негакрутой продукт, и если человек может по финансам себе позволить, то, конечно же, да. И под основу этого всего я бы порекомендовал человеку пройти детокс. Прекрасно, прекрасно. Параллельно с тем, что он начал бегать. А здесь у нас комплекс уже и чаи, и клетчатка, и пробиотики, и здоровье печени, то есть вот это все в комплексе. То есть база у нас детокс, и потом перечисленные выше продукты. Просто сейчас как раз сталкиваюсь очень много, что как раз в любительский спорт активно приходят люди, которые, ну так возьмем, 35+, особенно очень много стало приходить, которым уже 45+, познакомлюсь с людьми, да. А почему? Потому что, ну как говорят раньше, там 45, да, уже там время уходит, там еще всего не достиг, и вот разговаривая с людьми, понимаю, что люди в таком возрасте пытаются как бы вспомнить молодость и показать, что я же еще блин могу, понимаешь, на все способен. Это вот как раз их наталкивает на тот использование кредита здоровья организма, который у них есть. А потом начинаются травмы, и пошло, 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 и бросание. То есть вот как раз вот в эту тему твое выступление вообще супер. Спасибо огромное. Как раз вот когда мы говорим об оптимальном здоровье, я всегда строю детокс-программу. Когда мы говорим об эффективности адаптации мускулатуры, я строю здесь все продукты XS. И так как у нас в детокс-комплексе есть и чеснок для улучшения состояния там крови и так далее, и так далее, перечисляли все плюсы, он является антикортизолом в том числе. А в спортпике у нас есть все элементы, которые помогают метаболизировать собственным белкам и жирам. В комплексе эти две программы, то есть я сам использую детокс на каждодневной основе, при этом всем я использую спортпит. И так продолжается у меня уже шестой. Понятно. Хороший пример, наглядный. Ребята, я надеюсь, спасибо большое, Юрий, я надеюсь, что вы провели сегодня три замечательных часа вместе с нами, с нашими выступающими, и получили огромную базу знаний, мыслей и даже план действий, который необходим. Я хотел бы еще раз выразить огромную благодарность всем нашим выступающим. Это поприветствуем аплодисментами, да, это Елена Астахова, это Вадим Корчевой, это Ирина Царюк, это Оксана Поланичка, это Юрий Ижелев. Спасибо всем большое, следите за новостями в нашей группе и до встречи на новой конференции. Все, всем пока, огромное спасибо, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok